Там просто одна баба ещё очень горбата как-то идёт. Я честно тебе... Пока мы не начали, я честно тебе хотел сказать, что я сначала на неё подумал, что это наш подкаст. Ну, в принципе... Он достаточно такой особенный, отличается от остальных подкастов. Да, это резервный вариант. По этим, по мамам, он у меня особенный. Именно мы сейчас на стороне самого пыни, пыни делаем. Я надеюсь, банан-то вырежет всё. Я более чем уверен, что он сам пыни и пошлёт. Всем привет, с вами подкаст «Суровый веб», проект «Ювебдизайн», выпуск номер 242. Я каждый раз забываю, должны мы говорить название выпуска или нет, точнее номер. Да, должны, чё нет. 242 выпуск от 15 марта пишем в 12.22 утра. Мы постареем вместе с нашим подкастом, скоро в 6 утра уже будем писать с петухами. Но мы, правда, и так всегда с петухами выпишем, но тем не менее. Да, меня зовут Александр Гончаров, всем привет. Меня зовут Никита Тарасов. И сегодня у нас очень интересный выпуск в том смысле, что мы вернулись немножко к истокам. Вот кто давно слушает, кто очень давно здесь сидит, у нас когда-то было по скучным людям подкаст состоял из блоков. То есть у нас был блок, знаешь, который ты рассказываешь, который я рассказываю, потом снова как ты рассказываешь, я рассказываю. Потом мы решили немножко разбавить для тех, кто клипового мышления, мышление слушает нас, чтобы они как бы такие, блин, тут не успел заскучать на 40-минутной Саниной теме. Хоп, сразу Никитина тема на 2 минуты, хоп, дальше снова 40-минутная Санина тема. Вот мы решили так разделить. А сейчас мы, вот в этом подкасте я наблюдаю, просто судя по темкам, естественно, я свои темы только читаю, как обычно, а Санина вообще не трогаю, даже не открываю. Но я вижу по списку тем, что у нас блоковый абсолютно сегодня подкаст, практически. Согласись со мной. Ну, во-первых, я полностью согласен. Во-вторых, это не очень умышленно. Просто они вообще никак не миксуются. Они настолько несколько, как бы, ну, из одной темы. И вещи в себе, я согласен. Да, их просто очень сложно замиксовать между собой. Особенно первые четыре, наш любимый блок. Но этот блок мы между собой все равно миксуем немного, поэтому тут, да. Это, во-первых, к истокам. Во-вторых, я думал, ты скажешь, что опять Инстаграм Седокова будем обсуждать. Первые 20 минут за пайроли сначала. Да, да, да. Но вообще, кстати, я недавно видел, кстати, слышал, что она написала, что, типа, вот, полная, отстой, там, типа, травля, говно, там, то ли до ее ребенка что-то докапывались, то ли что. Так. И она такая, типа, все, я больше не буду в Инсте ничего личное постить. Типа, это будет только, там, для работы, там, вот это все. И там именно как-то грустненько было. Практически, как никто не пришел на фан-встречу. Вот, только к ней кто-то, наоборот, пришел на фан-встречу, и она, типа, разочаровалась в людях и бла-бла-бла. Я не знаю, после этого, может быть, все вернулось как встарь. Я не следил уже, я просто, это какой-то где-то, типа, знаешь, на 74 рублей об этом написали по бренду. Я не могу сказать, что... Хорошо, что она не слушала наш подкаст, потому что она бы еще раньше закрыла. Свернулась с этим делом, потому что, хотя, я так и не помню, этот кусок вошел или его из-за пароли. По-моему, в том-то и дело, что, в том-то и дело, что его из-за пароли, потому что там, знаешь, было, типа, первые 20 минут у нас не записались. Это, речь идет о первом самом подкасте Юбдизайне. Да, да, да. Если вы не знаете, да. Первый, на котором мы обсуждали Инстаграм Седоковы. Вот так. Здесь должен банан подмонтировать на осепи Афоне, и там именно, ну, вставочка из того подкаста. Из первого подкаста. Да, плюс нас Ютуб должен сам же сейчас забанить после этого за то, что мы используем свои же подкасты. Свой, свой. Universal Publishing. Я вообще до сих пор не понимаю, вот есть на полном серьезе, я сейчас во многих всяких ютубных чатах там и так далее, и там люди полностью обсуждают, как именно им использовать куски фильмов, то есть даже не трейлеров, не каких-то там, а именно просто как куски фильмов нарезать, чтобы их не забанили. И там есть всякие правила, типа там добросовестное использование. Что типа, когда ты используешь куски фильмов, ну, и просто про них рассказываешь, и именно говоришь, что там фильм классный, Ну типа ты не претендуешь на перепост фильма, а именно ты свой контент, то тебя не имеют права забанить, и там кто-то ходит по инстанциям и доказывает, и все у них норм, и потом их канал уже по этой теме не банят. То есть как-то, блин, еще там кто-то пытается бодаться с ютюбовцами, я думаю, это нереально вообще. Видимо, это все еще машина не для убийств, а еще пока такая легенькая, можно договориться еще. Они еще задним числом не обнулили там эти все правила, что вообще ничего нигде нельзя использовать. Да, как только вы выкладываете видос, это все нам принадлежит, а вы никто. Вот да, типа того. Слушай, а я наоборот, я наоборот знаю выходы из ситуации, ну видел по крайней мере, как делать так, чтобы просто ютюб не заметил у тебя это. То есть делать, например, в рамочке видос, причем рамочка гифочная еще, то есть чтобы в рамке что-то происходит у тебя, а внутри видос. И, соответственно, у тебя получается какой-то такой видос из смешанины, и ютюб не до конца понимает, что это все-таки из видоса, из того. Я видел, да, там типа помехи накладывают. Да, помехи, но иногда бывает не работает. Да, да, иногда бывает не работает. Я так понимаю, что если у тебя вообще популярное видео, там, ну на миллионы просмотров, то до тебя все равно дойдут. То есть уже посмотрят вручную, глазами. Так опять же, они даже если и посмотрят вручную, то есть типа правила, в которых это разрешено. Это просто на самом ютюбе написано. Это называется добросовестное использование видеоматериалов. Поэтому, блин, чуваки из ютюба, вы это. Ты имеешь в виду второе? Мы теперь на видеоряд будем просто фильмы встраивать, Нолана. Я просто... И это, да, это мы будем добросовестны. Просто, ну, условный бэткомедия наверняка же монетизируется. Или ему уже просто как Дудю Эльдорадо заносит один раз, и как бы, и все. Ему уже насрать, что ему там ютюб 30 долларов пришлет за один видос, как бы. Пришлет и пришлет. Это, знаешь, это хороший вопрос, потому что, если бы действительно было так, то, ну, Эльдорадовский, то ему же бы все равно страйки кидали. Они же накапливаются, а потом действительно бан канала уже непосредственно. Ну, просто страйк, это когда ты в тупую вывалил Нолана и даже ничего не сказал. А когда ты именно кусочки, то там у тебя просто контент ID находишь, что кусочки, и монетизация уходит к Warner Brothers, условно. Ну, я просто видел, что там можно еще и предупреждение кинуть, как бы, вот это вот, если, да. То есть, я не знаю, как это происходит. Возможно, тут все это подлог один большой. И он, на самом деле, уже давно договорился с теми фильмами, которые он, как бы, критикует. Он давно договорился, что это пиар-компания все одна большая. И на самом деле это все... Ему Михалкович платит уже за то, что он его обсирает каждый раз. Да, все это один большой, да, один большой пиар просто того фильма. И тогда вообще никаких претензий нет. То есть, Universal и сами дали добро на критику, как бы. На критику цитадели. Universal, это к ней вообще самые первые отношения имеют. Ну, круто, круто. Можем переходить. У нас долгое интро. Долгое интро? Но будет пушечный такой выпуск. Вот я, судя по темам, опять же, не читал. Но тут должно все так со смазочкой протолкнуться. Вот. Если, кстати говоря, хотите нам написать, пишите на worksobaka.ru, пока мы не перешли к темам. Worksobaka.ru. Напишите, если нужно вам тоже сделать рекламу, как у BadComedian. Если тоже смазочку нужно, да. Вообще, как бы, я еще что-то хотел пошутить, но забыл. По поводу этого. Хлесткого выпуска? Блядь, да нет. Да все. Не знаю, уже забыл. По поводу цитадели Universal? Нет, уже после цитадели, но до смазочки. Ладно. Короче, у нас первый блок это Apple. И причем самая первая темка первого блока твоя. Да, моя темка первая. Здесь, что меня заинтересовало. Вся тема в том, что, во-первых, два постулата. Оказывается, раскрыли, что Apple Event, который происходит, получается, весной всегда, в этот раз будет 23 марта. Я не знаю, этот выпуск выйдет до 23 марта или нет, но сам факт в том, что вот там есть слухи ходят, и что вроде как уже выкрали, украли у каких-то очередных китайцев. Или они сами там сообщили, что 23 марта будет Apple Event. И, естественно, он будет, ну, никто туда не придет в зал. Это будет все на карантинных условиях. Все, в общем, все как бы как в новых реалиях нашего мира. Из интересного, что еще? Что там могут показать? Там могут показать, там, какие-то, ну, обновления iPad'ов. Нам это все неинтересно, но здесь говорится в новости о том, что, возможно, на этом ивенте ходят слухи, но покажут некое устройство AirTag. И вот этот AirTag, я загуглил, что-то такое здесь не объясняется, но AirTag это такие маленькие штучки, устройства, которые, собственно, просто выступают как маячки. И ты через свою систему, вот эту Find My iPhone, которую вы знаете, Apple пользователи, ну, чтобы находить девайсы Apple-овские, где они у вас находятся, сможете, собственно, эти маячки контролить. То есть вы сможете видеть, где они находятся, можете положить себе в сумку, например. Если сумку где-то оставили, то этот маячок, соответственно, конечно же, никто не выкинул, не украл, не разломал, но, естественно, вы увидите, где сумка находится. Маячки, кстати говоря, выглядят элитным образом, если, судя по каким-то рендерам, там, каким-то, опять же, украденным у китайцев в баре, вот, опять же, эти маячки, собственно, и были выкрадены, видимо. Все росты, ну. Да, они выглядят достаточно лакшери, то есть там такие мыльца маленькие, которые в отелях. Слушай, у тебя с мылом, что ли, ассоциация? У меня, знаешь, со значками. Ну, со значками, может быть, да, но я почему-то про мыло в отелях, их тоже просто крадут. Вот, поэтому. Возможно, их тоже отслеживают, и потом не пускают тех же постояльцев в следующий заезд. В этот же санаторий. Именно в заезд. Короче говоря, да, Apple, там, яблочко такое, оно даже чуть ли не золотое. Ну, понятно, что на рендерах это как бы все приблизительно, даже если это будет, это будет, может быть, более современно выглядеть, как-то по-другому. Но выглядит пока что лакшери. И вообще, заметьте, все Apple-устройства, они лакшери. Вот, если ты будешь на них смотреть, у них дизайн у всех. Ну, нет ни одного Apple-устройства, которое бы выглядело, знаешь, как такое, что там, ну, киберпанково, такое, знаете, какое-то такое скрижащащее железками что-то такое квадратное. Вот такого нет. Все обтекаемое, все такое современненькое. А я почему про киберпанковое заговорил? Потому что я, в принципе, себе в голове представил вот эти AirTag. Представь себе, если по всему миру эти AirTag будут валяться, разбросаны везде, на всех девайсах. Или они, например, сделают не как в рендерах мыльца, а именно с какой-нибудь присосочкой. То есть ты сможешь так прикрепить этот AirTag, что его потом еще не снять. А как только снять, то все сразу увидят, где ты его снимаешь. Ну, короче, какое-нибудь что-то такое дикое вообще там досвидос. Вот, я к тому, что я себе представляю картину в мире, где везде миллионы этих маячков, миллиарды раскиданы. И целая сеть, и можно видеть, короче, ты заходишь на Find My iPhone, у тебя там 100 тысяч маячков по Челябинску разбросано, короче. Вместе с закладками, видимо, я не знаю, кстати говоря. Вот. И как-то круто, то есть это звучит как-то очень, как будто какое-то будущее. Но между этим у Apple все девайсы выглядят очень лакшир. То есть это не какие-то беспалевные маячки, жучки, которые там в пузо Neo себе может вставлять. Это такие достаточно, ну, современно выглядящие устройства, которые, я не знаю, должны только в Louis Vuitton сумочках лежать. Вот, как мне кажется. И какой-то диссонанс возникает в этом. Но, в принципе, AirTag меня заинтересовал. То есть сам девайс, мне интересно, как они реализуют, будет ли это сделано. Потому что Apple обычно, они если делают, то делают от души. И хочется узнать, как они от души сделают вот эту систему контроля вот за этими маячками, короче говоря. Вот. Ты что скажешь? Во-первых, я скажу, что их надо к пульту сразу примотать и к носкам. Да, да. Кстати говоря, да. То есть в доме бы очень не помешала прям детальная карта квартиры, чтобы можно было бы сигареты и зажигалки искать. Потому что это... Спички, кстати, тоже иногда. Я вот кофе себе варю на газовой горелке. И каждый раз уже, когда руки трясутся, уже надо кофе выпить. А спички не можешь найти. Хочется просто выброшить в окно. Хочется find my iPhone, зайти, да, и нажать. Вот, да. Ещё скажу, что я вспомнил, что я хотел сказать. У нас долгое интро, как у Серёжи и микрофона. У него как раз новый выпуск вышел. Именно уличный Серёжи и микрофон, классический, миссионерский. Ага. Вот. И я там именно много раз до слёз ржал. То есть именно очень хороший выпуск получился. Я рекомендую всем. Вот. И там он тоже именно по нему, я, говорит, сейчас буду это, по молодёжи шутить про закладки. И он там именно не в попад всё время про закладки шутит. И ты тоже сейчас шутил про закладки. Блин, я из-за... У меня хоть чуть-чуть, может, в попад. Я просто чуть помоложе, чем Серёжи. Да ладно. Мы уже, в принципе, близимся к нему. Он нас всего-то на 8 лет старше. Ну да. Ну да. Причём мы подбираемся. Мы подбираемся. Он остановился. Он медленнее начинает стареть, а он быстрее. Да. Судя по его стилю и вообще всему, он, мне кажется, всё-таки молодеет, а мы всё-таки немножко стареем. Вот. Да, да. Хотя, в принципе, местами, конечно, туповатые шутки были. Ну вообще, да. Я согласен с тобой, что они лакшери. И если... Там просто у меня тоже будет новость про AirTex 3. И я там доскажу ещё, что я про это думаю. Сейчас пока не буду тебе спойлерить. Я у тебя, то есть, украл чуть-чуть, я не посмотрел. Ты зато мне очень хорошо превью дал, чтобы я вот это не распылялся, что там в сумочке класть вот это. Теперь все знают, что это, а я уже, так сказать, всуну о том, что с этим как. Ну ты знаешь, мне кажется, наши слушатели нажимают только на темки, где Саня рассказывает. Чтобы этого зашли и такие, что такое AirTex, никто ничего не сказал. Да нет. А потом пишут, что чувство юмора только у тебя есть. Поэтому, возможно, только на твои жмут. Я в своих-то так отжигаю, что у них бы не осталось. Никому не снилось ещё. Вот да. Ну подожди, что ещё будет, кроме AirTex? Да что-то там iPad, и меня это ничего не заинтересовало. Ни iPad, ни новые модели, ничего. Если, я так и не понял, будут ли Apple Watch новые, но про Apple Watch я ещё скажу, поэтому... Блин, ни хрена, мы друг друга тизерим, а вот у меня ещё там будет, я тебе ещё это скажу, я тебе это скажу. У нас, знаешь, у нас Apple уже такая точная тема, вот весь блок Apple, что мы тут уже, мы просто катаемся, как сыр в масле. Так вот. Да, это, конечно, круто. У нас в офисе есть стеклянная Coca-Cola, я вот пока первая темка была, выпил её. А у вас холодильник-то, кстати говоря, рабочий для неё или нет? Конечно, рабочий. Да фу, ты что, конечно, рабочий. Там в холодильнике даже францисканер банка одна ещё лежит. А, ну это другой вопрос. Так что он прям максимально рабочий. Ну круто, ждём, ждём, 23 марта помечаем в календариках у себя. Знаешь? Да, либо, либо, ну ещё вариант, 30 марта в календариках помечаем у себя, вот там, где... А, ещё китайцы не точно... Ну китайцы, точнее, вроде 23, но если вдруг чё, то 30. Они сказали, если подкаст не выпустят, его дизайн, то 30-го сделал. Ну тогда хорошо. Я сейчас представил отрывной календарь, в котором до 23-го доходишь, там 15-й лунные сутки, пост и Apple конференция про AirTags. И китайцы слили ещё в момент производства календарей в октябре предыдущего года. А я всегда на календариках, у меня и родители всегда на маленьких календариках всё отмечали, знаешь, на таких, которые одной открыточкой. И там всегда вообще ничего не видно, там очень маленькими циферками, да, обводили какие-то кружочки, там, вот, короче. У меня такой на холодильнике, и Алина тоже отмечает на нём всякое, так что я знаю, о чём ты говоришь. Хорошо. Следующая темка. Короче, вот на MacRumors'ах они любят уточнять, кто именно слил. Какой именно китаец. Да, да. Вот, и они ещё именно пол статьи тратят. Это, кстати, тот, который слил там, что в 12-х айфонах там будет то-то там. Это пиар китайцев, короче. Да, это, походу, китайский сайт. Так вот, следующая новость. Её слил Мин Чи Кво. Это именно самый топовый сливатель. Стоповый китаец. Это тот самый второй аккаунт Тима Кука, как мы знаем. Да-да-да, это он. Так вот, слухи про 13-й айфон. Их, естественно, никто не будет весной представлять, но слухи уже есть. Во-первых, что будет бровка меньше. Ты вот как свежий пользователь бровки. Бесит? Нет, не бесит? Мне нравится. Просто вот по-человечески нравится. Мне нравится, что за бровкой заходят вот эти часики. Ну, короче, я как-то испытываю удовольствие вообще от этих углублений. Мне нравится, знаешь, когда, например, разговариваешь по Zoom или по телефону или еще по какой-нибудь хрени, у тебя зелененькое выпадает. Это круто. Вообще кайф. Ну, оно на самом деле и не на бровочных телефонах. Просто вся верхняя полосочка зеленая становится. И тоже по нажатию на нее ты приходишь к активному. Ну, просто смотри, чем меня бесит бровка. Я вот любитель жать на верхнюю полосочку, чтобы наверхно скроллиться. Согласен, согласен. И я привык в центр жать. А в центре теперь бровка как бы... Ну, как привык? Я уже и отвык, конечно, но, блин, бесит. Особенно учитывая то, что у меня телефон, где я плохо могу дотянуться, до верха. Ну, да. Вот. И я как бы реально мне вот, чтобы именно до левого вверх... Ну, короче, блин. Если бы ее не было, было бы тоже норм. Но как бы имеем, что имеем. В общем, в 13-х айфонах она будет поуже чуть-чуть. Угу. Вот. Причем тут как в том анекдоте. Типа, у нас будет меньше денег. А что, папа, ты будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше кушать. Вот тут так же. Будет просто меньше сенсоров, наверное, всяких. И там Touch ID... Ой, этот Face ID будет хреново работать. Не дай бог. Надеюсь, что нет. Ожидают 120 Гц экраны. Особенно учитывая, что Apple их еще в 17-м году в iPad'ы перенесла. В прошлое. Как бы, ну, давно уже напрашивает. И у конкурентов уже есть телефоны с такой частотой обновления экрана. То есть, в принципе, напрашивается. Но я думаю, как обычно, проблема в масштабах. Ну, типа, если там какой-нибудь залупфон сделает 120 Гц, ему нужна будет партия из тысячи штук. И ему их любой там завод предоставит. Тысячу штук 120-герцовых панелей. А когда айфоны такие говорят, чуваки, у нас тут, короче, миллиард телефонов надо будет в следующем году. И все 120 Гц. Им просто говорят, не, у нас как бы нет мощностей, чтобы столько их дать. Поэтому, возможно, они копили с 2017 года 120-герцовые LCD-шки. А, кстати, и не LCD-шки, а эти. Уже у них же там все супердиодные, хренодные и так далее. И диодишки. Диодишки, да. Кстати, это, возможно, тоже одна из причин. У конкурентов-то, наверное, эти. Просто ЖК-шки такие. И ЖК-шек, опять же, легче произвести, чем диодных стоков. Поэтому, когда будет, тогда будут. Опять же, в условиях карантина, как мы знаем, и семикондакторы, и все остальное сейчас еле-еле производится и выходит обратно там из всех кризисов еле-еле. Поэтому, знаешь, я вообще не удивлен, что тут что-то у них... Я, кстати, еще узнал, что не только с семикондакторами проблема, а еще с контейнерами, которые именно... В которых перевозить. Раньше всегда был какой движ. Китайцы увезли что-то там в Америку, а им в обратно эти контейнеры отправили. Либо с каким-нибудь там ураном переработанным, либо с едой, да. Ну, то есть, как бы экономя на доставке туда-сюда, чтобы что-то сразу возить там и так далее. Почему, опять же, это же Лебедич рассказывал, почему в Европе все сортировали мусор? Не потому, что они такие сознательные, а потому, что они его отправляли в Китай, а китайцы его сортировали. И отправляли они его как раз в контейнеры, чтобы их порожняком не гонять в обратку. Они еще и мусор в них отправляли, китайцы это сортировали там, и всем, короче, было выгодно. Сейчас китайцы сказали, что типа, все, мы в вашем говне больше ковыряться не хотим. И европейцы сразу сильно перестали сортировать мусор, потому что у них-то у самих нет таких заводов. И как бы вот все было... Серьезно, да? Это реально, да, так? Да, да, это сейчас... Нет, это не какая-то патриотическая байка, что было. К сожалению, нет, это реально так. Ну, то есть, у них по инерции это все происходит, они там строят какие-то заводы, но в какой-то момент прям стала проблема. Вот. И, короче, сейчас из-за карантина в Америку и в Европу увезли контейнеры со всяким, с ништяками, а обратно их не послали, потому что уже грянул карантин. И в самом Китае нет контейнеров. Ну, как нет, их дефицит. Если раньше арендовать контейнер стоило там 3-3 500 тысяч долларов, ну, 3-3 500 тысяч долларов, то сейчас уже 7 и выше, то есть в два раза увеличивается. Из-за этого тоже очень много чего подорожало из техники. Потому что тупо привезти это из Китая стало в два раза дороже. А почему китайцы сами не налазили производство этих контейнеров? Это просто дохрена не быстро. Представляешь, какие им объемы нужны? Представляешь, что такое контейнер? Это твоя мать полдома. Ну, я утрирую, они очень большие там. Сколько они кубов? Ну, короче, блин, это тоже... Китайцы же на карантине. У них-то жесткий был карантин. Они тоже все производства сразу свернули. И сейчас это все очень сильно со скрипом восстанавливается. И, короче, дело не только в семикондакторах, а еще в контейнерах, как я выяснил. Я сразу вспоминаю из джентльменов кадров, где в контейнерах они привозят тоже каких-то китайцев. Да, да, да. И выращивают... У них в контейнерах еще вход, да, в подземные были эти лаборатории. В лаборатории. Ну, кстати, удобно. Да, контейнер еще, наверное, тепло как-то так нормально отводит, что там именно нет такого, что ты открыл туда люк, и оттуда сразу жар пошел, потому что там сто ламп всякого говна и так далее. И контейнер это скрадывает чуть-чуть, чем просто если бы дверь была. Ну, так вот. Получают камеру. Была, господи, апертура по-русски, блядь, как это? Диафрагму, вспомнил. Диафрагму шире сделали. Больше света проходит. Класснее все, короче говоря. Вот. По поводу этого лайтнинга. Все ванговали, что они вдруг там откажутся от лайтнинга в пользу USB-C. Но все указывает на то, что они скорее откажутся от лайтнинга в пользу вообще отсутствия портов, чем в пользу USB-C. И ты можешь подумать, что типа это просто вот они так диктуют моду, а есть в этом и типа разумная хрень, знаешь какая? Ну-ка. USB-C хуже waterproof-ица. Короче, через него вода будет затекать. А как они собираются, чтобы я слушал музыку со своего телефона в машине? Вот я не понимаю. Они хотят, чтобы я везде Apple Car использовал. У меня же не такая машина. Ну, как бы. Ну, слушай, уже вот даже во всех корейцах CarPlay есть. То есть это сейчас не надо Mercedes покупать последний, чтобы был CarPlay. А где нету CarPlay, вот у Санька в Lexus, у него просто по Bluetooth ты можешь подцепиться. То есть это не будет CarPlay, это просто Bluetooth. Это Bluetooth, я понял. Ну, то есть все равно тебе более-менее под твой телефон нужна будет более-менее современная машина, я понял. То есть нельзя будет на ВАЗ-2106. Можно, но будешь слушать авторадио. Ну, или купишь просто магнитолу с Bluetooth, это же как бы тоже возможно. Кстати, да, магнитолу с Bluetooth. Дело-то такое. Вот, блин, как будто именно то, что в машине не послушать музыку, главная проблема, то, что медленнее будет заряжаться. По проводам все равно это круче. Я люблю провода. А без проводов это какое-то говно. Тем более, вот учитывая, например, у меня чехол, на чехол наклеен попсокет. У меня может быть миллиард беспроводных зарядок в телефоне, но я не могу их заряжать, не вынимая из чехла. А вынимать из чехла каждый раз, это какой-то анекдот. А он спереди, с экрана не заряжает, да? Нет, пока сзади. Конечно, нет. Там же это не то, что просто нано какие-то волны. Это вполне конкретное место, к которому надо приложить вполне конкретную там катушку. Индуктивность. Я думал, там магнитное поле достаточно широкое, все равно. Ну вот, видимо, недостаточно, иначе бы уже эти магнитные поля на нас как-то плохо повлияли. Ну или просто... Ты думаешь, не повлияли? Дорого было бы. Ну да, не может и повлияли. Ну короче, видимо, может дорого это так сделать. Может быть, экран будет портиться, если сквозь него будет заряжать. Ну короче, факт остается фактом. Я не могу заряжать телефон по беспроводной зарядке, несмотря на наличие оной и в телефоне, и как устройство вы мне подарили. Кстати, то, что вы мне подарили, работает только от блока питания, который в 220 втыкается. Комп не выдает 2 ампера. Ну и ладно, ты поиграешься. Я тебе говорю, это так было, как один из допов. Я не играюсь, но... Видишь, я играюсь только с мышкой, но не с телефоном, потому что вынимать его из чехла каждый раз... Да, понятно. Это я знал. Я когда уже клал, я знал, что с телефоном тебе пойдет. Ну, с часами тебе тоже как бы надо их, я не знаю... Часы у них свой вообще проприетарный стандарт магнитный. То есть там оно... Оно не подходит, да? Нет, да. А, ну все, я понял. То есть это отдельная должна быть штучечка, которая только часы заряжает, правильно? Да, да. Обычно все зарядки, которые типа для эпловодов, там вот этот вот мат, так скажем, с катушечками для телефонов, а для часов такая стоечка вертикальная, тоже с этим круглешком... Ну-ну-ну, я видел, да. То есть это всегда отдельно для часов, у них свой проприетарный стандарт. Вот. Ну и короче, да, они ожидают, что будет в экране... Наушники. Что наушники? Ну, можно заряжать беспроводно. Ну, я купил себе бомжавские, без беспроводного зарядочного. Не, они бомжавские. Можно было бы? Можно, да. Просто кладешь и все. Вот с ними проблем никаких. Ну ладно. И это было бы да, но у меня нету кейса для беспроводной зарядки, только у Бати есть. Ну, я понимаю, ну, Батю будешь приглашать заряжать. Слушай, Бать, приди, заряди что-нибудь, хоть это, ну, наушники там, возьми с собой. Он скоро уже нажи будет заряжать. Вот, да. Кстати, он меня спрашивал, может ли он телефон заряжать, а он тоже не может, потому что у него тоже попсокет. А, блин. Нужны попсокеты, которые будут сквозь это все проводить уже. Да, специальный MagSafe попсокеты. Просто вот у Бати чехол, ну, у него XS, в те времена не было чехлов, которые пропускают зарядку хорошо. То есть они все равно ее чуть-чуть задерживают. Тот, который у меня, MagSafe чехол, его прям, когда в телефон в него всовываешь, там появляется круглый шотчик такой, типа, ааа, законнективо. Что, типа, этот чехол хорошо пропускает беспроводную зарядку. Вот. Но попсокет нет, поэтому. Ну, видишь, нужны попсокеты от Apple, как мы знаем. Все должно быть от Apple. А, вот AirTex на самом деле выглядит, как такой попсокет, но, конечно, вряд ли будет функцию исполнять такую. В общем, это, мы возвращаемся к 13-м iPhone, значит, меньше бровка, 120 Гц экран, лучше камера, больше диафрагма. Также останется Lightning, вот, плюс ожидается этот отпечаток пальцев внутри экрана. На любом месте, да? А, кстати, я не знаю, этого нигде пока не указано, потому что этого еще и не сделал никто. Ну, то есть, блин, я тоже у меня был вопрос, на любом ли месте, или там, знаешь, типа, только в нижней трети экрана, или в нижней половине. Информации про это пока нет, потому что это все еще прям слухи слухов, это ближе к осени уже будет, наверное, е. Это со следующим контейнером китайцев приедет. Вот да, видимо так. Следующая новость. iOS 14.5 Beta 3 будет такая. В ней нашли попапчик, зашитый именно, который говорит, что можно выключить Item Safety Features. Это, короче, хрень, которая говорит о том, что к тебе подложил кто-то не твой AirTags. И она тебя предупреждает, что, типа, чувак, тебя кто-то еще отслеживает. Поищи. Что значит? Я не понял. То есть, ко мне в карман, у меня на кармане лежит чей-то AirTags. А, я понял. Потому что там действительно AirTags, они же знают все айфоны в округе. Они привязываются, во-первых, к учетке, а во-вторых, они, ну, как бы, рассылают дерьмо, сигнал. Да, да. И, как бы, если его ловит айфон, и это не твой AirTag, то он тебе выводит уведомление. Типа, братан, браток, если ты, как бы, в курсе, то окей, а если не в курсе, то поищи. Так, а это вообще нормально? Я тогда просто буду чужие искать. Ну, и забирать себе, опять же. Ну, вот в этом топ-рейтед коммент здесь, типа, вот представьте, чуваки, есть у вас рюкзак, и у вас его украли, а у чувака айфон. И чуваку айфон сказал, что в этом рюкзаке чужой AirTag. То есть, если он до этого бы его не догадался еще обшарить и выкинуть или сломать по тебе, то тут стопудово догадается найти, обшарить и выкинуть. То же самое с автомобилем. Если ты в машину себе засунул AirTag в бардачок, то так бы чувак забыл просмотреть бардачок, а так ему придется его все прошмонать, потому что ему телефон написал, типа, тебя отслеживают. Это не его отслеживает, а это он ворует. Ну, то есть, это требуется доработка, так скажем. Может быть, там можно выключить эту функцию. Тут я не знаю. Ну, короче, это пока еще будущее. Собственно, здесь поп-ап в том, что ты можешь отключить, чтобы тебе телефон не надоедал тем, что, типа, вокруг тебя AirTags и чужие. Но если ты выключишь, то, типа, это отстой. Возможно, к тебе подложат, и кто-то будет за тобой следить. Но, может быть, там можно как-то будет чувствительность настраивать, типа, хотя бы там в радиусе 20 метров не предупреждать, а то в метро зашел, и все, у тебя телефон разрядился от того, что он словил 20 AirTags вокруг чужих. Слушай, ну, это пока все выглядит очень, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, страшное будущее нас ожидает, если действительно раскидать эти AirTags. Хотя, я подозреваю, что стоимость будет 699 долларов за не про-версию AirTags, и тех, кто их сможет купить, как бы, они смогут их и потерять. Поэтому, что, ну... Ну, да. В общем, 23-го... Кстати, здесь тоже указано, что либо 23-го, либо 30-го, то есть, видимо, реально китайцы еще не это... Не приехали. Не определились, да. Нам расскажут уже подробнее, так что... Ну, я надеюсь, они сделают как-то, ну, с умом. Потому что, если настолько очевидно... Блин, не могу. Лезет наружу все. Если настолько очевидно тупо будет, то как бы, ну, блин, никто не будет просто использовать. Или просто это вакханалию превратится. Ну, наверное, это все, если что, там, через прошивку будут обновлять, менять, допиливать и так далее. Ну, мне иногда хочется, чтобы такое вакханалию превратилось. Просто хочется, чтобы мир сошел с ума еще побольше. Почему бы нет? Я не против. Ну, я, конечно, против, но посмотрим. Если хотя бы контейнеры подешевеют, то тогда можно как-то будет жить, а то техника сильно дорогая из-за этого стала. Ладно, двигаемся дальше. Теперь опять ты меня будешь изумлять. Да, изумляю тебя тем, что Apple Watch Series 7, то есть, следующая версия Apple Watch, будет с новой суперфичей для здоровья. То есть, это пока тоже слух, это пока еще ничего не вышло, как я понял. Опять же, китайцы сказали, что, скорее всего, судя по патентам и по импотентам, которые происходят у Apple, короче говоря, они хотят сделать в часах неинвазивную проверку глюкозы в вашем сахаре, хотел сказать, в вашей крови. Вот. И это же круто. То есть, тебе не нужно будет пальчик прокалывать, если ты вдруг диабетик, или, допустим, ты не диабетик, но у тебя на грани, там ты следишь за своим здоровьем очень усиленно. Неинвазивно, часы будут чекать датчиками определенными, специальными, то есть, технология, которая разработана Apple, чекать, какая у тебя глюкоза в крови. То есть, хоп, там много у тебя, или нет, я не помню, там нужно стандартно 4,5, или 5,5, что ли, нормальная глюкоза в крови у обычного здорового человека. Вот будет чекать, если у тебя двенашку дало, у тебя как бы кома уже сахарная, вот, ну, а он тебе скажет. Насколько точно, непонятно, то есть, это как с ЭКГ, то есть, не хочется, чтобы такие штуки врали, потому что все-таки, когда датчики не совсем до конца точно показывают, может, во-первых, показать слишком мало, может показать много и перекипишишь. То есть, здесь надо быть аккуратным пока с этими новыми фичами про здоровье, но сам факт, что если такое будет, неинвазивная проверка без укольчика, то есть, часы не будут тебя укалывать и всасывать кровь, хотя, я недавно, кстати говоря, глюкометр видел, который, сейчас так глюкометры работают, досвидос, там вот эти вот палочки, колбочки, там вот эти вот, как они, скажи мне, я тебе скажу, вот эти вот пластинки, на которые ты должен, собственно, кровь поднести, они вставляются, собственно, в глюкометр, и ты подносишь туда палец с кровкой, и она, прикинь, всасывает, она как будто, как вампиры, чувствует кровь, и именно желобок... просто капилляры, из-за того, что он такой тонкий, и ты к тонкому подносишь, ну, да, чуть-чуть есть, я видел, да. Да, да, там желобок такой, и он в желобок, вот так вот делает, я такой, нифига, к чему может, вообще там абсолютно, как-то круто, но здесь даже не будет всасывать, ни в какой желобок, а просто будет датчиками смотреть на вашу руку, и видеть, сколько у вас сахара в крови, условно говоря. Вообще, это физика, ты даже если просто поднесешь полотенце к воде, не будешь протирать, а поднесешь махровое, то вода будет засасываться в него тоже, потому что именно так устроена суть капиллярной, так сказать, этой капиллярного строения, но да, это прикольно, и это, конечно же, круто с точки зрения людей, и полный отстой с точки зрения медицинских компаний, потому что они на этих полосочках, я думаю, зарабатывают просто какие-то годовые обороты африканских стран. Согласен, просто опять же, видишь, цена на Apple Watch Series M, тоже нормально. Просто если уже ящик Пандоры открыт, и такая технология есть даже в таких попсовых штуках, то сделать ее в специализированном медицинском оборудовании, ну, если ты уже диабетик, и ты уже тратишь на это много денег, то вложиться и купить себе глюком, может быть, тебе просто это дискомфортно, каждый раз протыкать, что-то смотреть там. Да нет, многие люди и боятся, и вообще, ну, то есть, а есть же люди, которые еще, это, конечно, такой edge case, но люди с несвертываемостью кровью и диабетом, например. Да, да, которые протыкнул, и потом думаешь, что делать, нахрен, где затянуть потом. Мне кажется, что это слишком такой страшный edge case, тут много не проживешь с этим, но тем не менее, все равно, как бы, надо, надо. То есть, хорошо, если действительно, а потом это просто на любом Xiaomi, или там, даже не на Xiaomi, а на любом просто девайсе китайском, уже все это будет более-менее. Опять же, насколько точно, не точно, мы не знаем, но да, да, это ударит по бедному производству здраво, этих, медицинских штук. Но ты прав по поводу точности. Если только это будет давать, хотя бы, я не знаю, там, 70% осечку, это сразу маргинальным говном станет, на которое никто, и все будут производители павочек и колбочек на это давить, что типа, ну, хотите, чтобы там у вас не так измерило, и там что-нибудь вы, ну, что-нибудь не свернулось у вас потом, то давайте, идите покупать, а лучше вот наши павочки и колбочки, поэтому, конечно. Посмотрим, как будет, двигаемся дальше, у нас будет блок, я, кстати, тебе забыл сказать, я из него одну темку удалил, не потому, что я ее не прочитал, я ее прочитал еще вчера, а потому, что я не смог воспроизвести, там суперэкспериментальные фичи, у меня даже суперэкспериментальный хром почему-то ничего не смог воспроизвести, я отчаялся тратить время на воспроизвести, я перенес ее на следующую неделю, чтобы как-то, не на следующую неделю, на следующий выпук. Угу. Ты скажи мне, сейчас час дня, будем мы прерываться или нет? Я смотрю чат, и мне никто ничего не пишет пока. Ну и, собственно, тебе персонально предложение? ну там просто обычно, типа, знаешь, время там час пятнадцать, и кто-нибудь спрашивает, ну так что, будет созвон? И именно в этот момент выясняется, а, ну да, кстати, его не будет. А, хорошо. Или типа, а, ну да, кстати, он будет через час. Ну то есть вот в таком духе, поэтому надо ждать, надо ждать. Сам я спрашивать ничего не буду, а то вдруг будет, зачем мне эти проблемы. Хорошо. Зато я могу тебе сказать, что надо спрашивать. Конечно. Надо спрашивать, где у нас самый классный хостинг в мире, можно вообще купить в России сейчас. Я вот тебя спрошу, где? Особенно желательно для российского сегмента. Конечно. На smarttape.ru. Все ссылки есть в описании, можете от нас зарефералиться, нам приятно, вам вообще вот наплевать. А цены здесь, знаешь, я вот сюда захожу, и мне кажется, все еще 2007-й. И мне его вернуть сразу хочется, потому что, ну, так дешево уже нигде ничего не стоит. Я считаю, что это просто преступление. Домен 195 рублей. Вы серьезно? Это в каком? 900, в RU-сегменте я имею в виду. Где-то он уже 900 рублей стоит, а здесь все еще 195. Поэтому, чуваки, я считаю, что если вы каким-то образом еще замешаны в сайтостроении, в каких-то таких делах, даже какие-то свои пэт-проекты развернуть на каких-нибудь WPS-очках, чтобы не Amazon Cloud Services, которые, ну, с такими ценами рубля и доллара, это настолько невыгодно и тупо. Если только вы деньги, конечно, жопой не едите. Но вот если вы не едите деньги жопой, то переходите на smarttape.ru или youdesign.ru slash smarttape, там есть наша реферальная ссылка, и сделайте уже себе подарок на весну, на великий пост, и сделайте себе WPS-очку какую-нибудь нормальную на NVMe-шных SSD-шках. Тут просто еще технологии вообще не стоят на месте. Даже если просто перейдете, то тут в списке, так сказать, железо, постоянно новинка, 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 и там какие-нибудь новые супер-ксионы последние там и так далее. То есть тут очень много Xeon Silver 4100, я уже даже таких названий не знаю, а это 16-ядерные современные процессоры, которые прям топ. Core i9-10900 можно себе арендовать просто, и он в Москве у вас будет стоять и делать, что вы ему скажете. Да, кстати, да, особенно хорошо то, что действительно все, что вы пожелаете, там можно много чего накрутить, и в том числе, если что, вам помогут. Да, техподдержка, она всегда откликается, и тут уже даже есть онлайн-чат, Telegram-бот, ну короче, ребята вообще не стоят на месте. Цены как в 2007, а сервис как в 2030. Ну да, да. Поэтому настоятельно вам рекомендую, тем более до 31 марта еще распродажи, ёкер, я сейчас зашел, увидел, тут скидки до 54%, а может даже и больше где-то есть, 54 вижу, вот до 62% на Intel Xeon E5 2660, 32 ядра, ё-моё, 64 гига оперы. Вы просто представьте, что можно сделать на таком сервере, это стоит всего 5000 в месяц. Вы за коммуналку больше платите, в 100 раз, чем за этот сервер заплатить. Так да. Может не снимать квартиру, снять сервер просто, и он как бы все ваши нужды покроет уже, я думаю. На 64% скидка, 128 гигов оперативки. Просто арендовать себе сервак, и на нем рендерить видосы. Почему бы и нет? Это, кстати, идея, это, кстати, идея, для многих это будет даже и выход. Ну да, для тех, кто купил себе M1 ноутбук, на котором даже фотошоп нормально до сих пор не работает. Ну так, проект накидал в нем, а рендерить уже на на хорошем на нормальном железе. сервере, да. В общем, uvdesign.ru slash smarttape дерзайте, а мы будем двигаться внутрь. Оп, вот тебе и созвон. Видишь, какой тайминг. Четко. Да, погнали дальше. Мы остановились на том, что начался блок сайнин и 40-минутной темы, из которого я один убрал, потому что не мог воспроизвести. А ты как настоящий тестировщик прям там, ну не смог и не смог, ладно. Вот да. Не воспроизводится, в бэклог отправил просто ее и все. Так вот, но есть те, которые воспроизводятся. Первое, это эволюция WordPress в сторону полредактирования всего сайта. Рассказываю, ты, наверное, помнишь про Гутенберга. Так, ну конечно помню. Блоковый такой фронт-энтери редактор, чтобы именно контент в посте не просто в текстовом редакторе, в rich-эдитере, в visivig-редакторе редактировать, а именно накидывать какие-то куски, кнопки там, ну и так далее. Типа как лендинг строить внутри контента именно. Вот. По мере того, как Гутенберг развивался, вот эти блоки стали объединять в блок-паттернс. Ну типа, знаешь, не каждый раз накидывать там хедер-имидж, кнопку и заголовок. Объединять это в блок-паттерн, типа там, большой хедер-блок, и его уже заюзывать именно как несколько блоков одновременно. Ну типа, как это, объединение. Вот. И, ну как бы, были вариации блоков, что условно есть кнопка, есть широкая кнопка, есть full button, который именно там, ну на всю ширину, например. То есть тоже это не сразу появилось, сейчас в Гутенберге есть вот три такие абстракции. Так вот, а, еще есть reusable blocks, вот, я не знаю, что такое reusable blocks, вот, но мне и насрать. Суть в том, что проект развивается, и развивается он в сторону того, что сначала это были просто блоки, все каждый раз делалось вручную, сейчас можно накидывать типа шаблончики, и Мулинвек решил пойти дальше, и он в 2К20-м на State of the Word, это конференция по WordPress главная, он рассказал о том, что они хотят сделать full site editing, FSE, чтобы с помощью Гутенберга ты вообще весь сайт строил, и хедеры, и футеры, не только контент, менюшки, вот. Ну и в самом деле, как бы, это, наверное, логично, учитывая, что с приходом Гутенберга в WordPress пришло больше казуальщиков, так сказать, которые, ну, готовы просто накидывать вот так вот в редакторе, и я думаю, ну, есть реально люди, которые там уже 10 тысяч часов в Гутенберге проработали, они тебе на Гутенберге чухож сделают, ну, условно, там, в разумных пределах, плюс-минус, особенно учитывая, что разработчики тоже на месте не сидят, и они докидывают плагины, которые именно расширяют Гутенберг, и его как-то делают богаче, круче и так далее. Вот, поэтому это, в общем, логично, но, конечно, вызывает жопа боль у создателей тем, потому что под это говно надо будет адаптировать, чтобы в твою тему тоже можно было это все делать, там, и так далее, то есть это дополнительная работа, и понятно, что типа это в пользу конечных юзеров, но, блин, тут как бы, конечно, вопрос. Мы, если мы с тобой наш опыт, так сказать, используем, вспомним, то во всяких тем, как Steam Forest еще начало 2010-х уже был такой функционал, что можно было внутри настроек темы все это накидать, но, в общем и в целом, это, конечно, было всегда через какие-то костыли костылей. Ну, вообще, да, я помню, что мы с тобой еще и пророчили как раз Гутенбергу, что он полностью захватит весь WordPress, когда вот все это начиналось, мы сразу с тобой смотрели на это, как на то, что на максимальную экспансию Гутенберга в WordPress. Да, ну просто это в настроении Мулинвега было всегда, он всегда настолько его на божничку ставил, этот Гутенберг, что как бы, ну, это все логичное развитие событий, если только вдруг там его кто-нибудь не отловит, не побьет и не скажет, типа, братан, давай завязывай с этим, то, скорее всего, так он и будет дальше развиваться. Так вот, сейчас уже это можно протестить, во-первых, нужно WordPress 5.6 минимум, но сейчас уже 5.7 актуально, поэтому как бы, кто следит и обновляется, для тех это не проблема, а также темка TT1 blocks, что-то мне теперь хочется попытаться расшифровать TT, ну, табельная, тема-тема, тема-тем, или 2020, а, вот я тупой, 2021, TT1 это 2021, просто 2021 blocks, это версия 2021 темки, которая поддерживает именно экспериментальные блоки везде, вот, и на самом деле, если посмотреть в сурсы этой темки, то там блок-темплейт, там просто тупо HTML-ки, вот, и в эти не совсем понятно, что там из из PHP-шек в HTML-ки вставляется, или из HTML-ек в PHP-шки, ну, в общем-то, я насрать, я к чему вообще эту темку взял, ну, во-первых, рассказать о том, что и такое бывает, то есть тут вот, ну, есть прям скриншот TT1 blocks, есть раздел сайт-эдитор, и там прям вот темка, кусочки, шаблончики, страны, категории, посты, то есть, грубо говоря, в кусочках, шаблончиках можно футер, хедер тоже сразу отредактировать, в контентах, категориях, постах можно сделать шаблон для постов, для страниц, для категорий, ну, и, соответственно, я думаю, что будет расширение под любые кастом-пост-тайпы и все такое, вот, почему я это взял, кроме того, чтобы рассказать, во-первых, потому что, вот эта темка, помнишь, мы с тобой рассказывали про SmartKit от CraftStudio, да, во-первых, она реально крутая, потому что там уже это есть, но там смотри, как это реализовано, они туда вшили в ВП Бейкере Page Builder, это топ-1 Page Builder, ну, в WordPress сейчас, там у него какие-то миллионы тоже установок, вот, это типа Гутенберга, только он там, он, во-первых, быстрый, во-вторых, в нем сразу же вся SEO-шность есть, даже схема орг-разметка, то есть он достаточно такой прям широкий, и там уже из-за того, что он живет не один год, там очень большая библиотека вот этих всех кнопок, там повторителей, любых полей, там заголовков, ну, короче, он реально очень неплохо кастомится, а в теме, в смарт-ките, они что сделали? Они, короче, сделали кастом-пост-тайпы, хедеры, футеры, и их тоже можно хедеры, футеры редактить с помощью вот этого пейдж-билдера, и по факту ты реально накидываешь и хедер, и футер из блоков тоже в конструкторе, и из-за того, что тема, просто, и ты можешь прям говорить, на главный у меня такой-то хедер, на постах такой-то хедер, там, на кастом-пост-тайпе видео такой-то хедер, и у тебя полностью сайт весь перестраивается, в зависимости от того, там, какую-то аксономию, какой тип поста у тебя выведен, то есть там тоже можно, и это все делается в конструкторе, там это уже реализовано, да, это сделано через костыли с кастом-пост-тайпами, вот, и понятно, что их нужно закрыть от индексации, там, чтобы на них нельзя было перейти, это все, но, собственно, в смарт-ките это уже и сделано, вот, и я не знаю, как это будет вот здесь сделано, то есть мне интересно, как они будут эту абстракцию, потому что WordPress очень костный, если говорить про схему базы данных, и как они вот эти абстракции будут хранить, я понимаю, что они-то могут менять, так скажем, ну, они могут просто взять и, начиная с WordPress, там, 5.8 или там, 6.0, сделать, что есть еще там таблица, там, vp-headers, или vp-footers, но почему-то до этого они ни разу так ничего не сделали, они не меняли вот саму структуру базы данных, а на самом деле вся структура базы данных, это, WordPress'а сейчас остался, что любые абстракции, которые ты делаешь, даже менюшки и меню-айтемы, это все равно посты, по факту, они хранятся в таблице vp-posts, а их мета хранится в таблице vp-posts-meta, это бесит. Видишь, это всегда было главной фичей WordPress'а, теперь, как бы, оно становится для кого-то, наоборот, антифичей. Да, тут должна быть эпичная фраза какая-нибудь, типа там, его сила станет его погибелью, типа того, а вот, но это у нас последняя сегодня темка про это. Вот, то есть, да, я не знаю, вот я буду следить, что именно они, как они это сделают, потому что, если точно так же они это накостылят, то чуваки из Craft Studio их опередили, если там тоже это будет просто через кастом-пост-тайпы, но на самом деле даже через кастом-пост-тайпы это достаточно удобно, то есть, я вот один небольшой заказик сделал на смарт-ките, и я получил абсолютно удовольствие, приятное, и это реально быстро, удобно, и как бы, ну, когда, да и при том, оно, вот мы с тобой всегда говорили, что вот эти вот редакторы и прочие конструкторы, они высирают очень беспонтовую разметку, то есть, если там супер хорошо SEO-шить и так далее, можно придраться, потому что там 100 дивов в дивах дивами погоняют, и они абсолютно не семантические и так далее, но вот тут, в общем, оно достаточно неплохо все равно выглядит, особенно учитывая, что даже схема орг можно накинуть, в которой я до сих пор не очень разбираюсь, но супер труси-ошники в ней разбираются, и даже ее можно здесь прямо в конструкторе менять, поэтому в принципе, и единственное, я словил минус с адаптивностью, там, конечно, в конструкторе можно менять, типа, а в адаптивности это будет выглядеть так, но прям полные медиазапросы ты там хрен напишешь, и приходится прям целую сетку делать, типа, знаешь, сначала сделал сетку и поставил гавочки вот эту показывать на десктопе, а потом точно такую же сетку, и типа, а вот эту показывать на мобиле, и как бы, да, ты достиг того результата, который тебе нужен, но по факту, если в код зайти, то там и те дивы, и эти дивы, просто у одних дисплей NAN на телефоне, у других дисплей NAN на компе, и это бесит, это увеличивает разметку, она раздувается, но как бы, блин, если нету желания возможности и навыков просто самому нормальную темку сверстать и запрограммировать супер классные шаблоны, чтобы они менялись тоже в зависимости от каких-то условий, то это, в общем, нормальный такой кейс, поэтому то, что они это пытаются втянуть прямо в сам WordPress, его делает конкурентоспособным со всякими там тильдами, рейдимагами и прочими штуками, на которые многие перешли, просто как раз из-за того, что можно очень быстро и удобно накидать. Ну да, то есть, было бы сложно, наверное, сделать такую систему, которая бы сразу обозначала переменные, которые бы в зависимости от размеров экрана подставлялись разные значения, это все-таки уже сложнее, чем сделать вот эти, ну, кардинально сложнее, чем сделать вот эти блоки, ну, просто дисплейнай этих, это целая была бы, это уже вообще интеллектуальная система, если вы уже там натыкиваете, а у вас там уже, короче, начинаются переменные обозначаться, это уже все, это, ну... При этом я даже в пользу разработчиков скажу, что это не столько сложно сделать, чтобы это работало, сколько сложно сделать, чтобы такой интерфейс еще был понятен юзеру, и чтобы он в этом разобрался. Ну да. Потому что то, что у них там сейчас, оно в принципе плюс-минус понятно. Да, я прочитал небольшой мануальчик, как хотя бы там это с толкача все запустить, чтобы как бы уже пошло, а потом уже по наитию оно, ну, быстро втягиваешься, поэтому тут как бы, ну, посмотрим, посмотрим, как будет развиваться, пишите в комментариях, если вы что-то подобное использовали, и как вам, а мы будем как раз дальше двигаться. Давай. Ну, если тебе только нечего еще добавить. Да нет, я готов, я уже даже открыл себе следующую тему. Да, следующая тема это очередной редизайн CSS Tricks, на котором, собственно, предыдущая темка была, уже 18-й по счету, вот, мы с тобой настолько давно здесь сидим, что мне кажется, мы еще там шестой, седьмой, восьмой разбирали. Мне вообще-то тоже кажется, я помню, что разбирали, но какое именно, какие-то, да, еще древние, древние эти, а сейчас уже, ух, я, ух, я зашел, и тут, мм, мм. Мне тоже, у меня первое впечатление очень хорошее, и самое главное, оно хорошее не потому, что оно, типа, красивое и классное, а просто от того, насколько оно все продуманное. То есть, он здесь, он, во-первых, их стал чаще делать, он в год уже как минимум два их делает. Раньше, там, типа, раз в два года, или там раз в год, сейчас уже два раза в год, вот, и он каждый раз именно делает, так сказать, более, я бы сказал, более логично, что ли. То есть, тут настолько уже нет вопросов, куда жать, и что значит, что, мне прям нравится. Не то, чтобы я прям ему тут оды какие-то воспеваю, но, блин, просто, ну, он действительно, судя по всему, познал вообще, что такое UX. Я, походу, представляю, что он, скорее всего, вот написал одну тему для CSS3X, а мы речь о Крисе Койере. Написал тему для CSS3X и сразу же сел за новую, как за новую книгу. Он сразу такой, все переделать, мне ничего не нравится, заново, короче, поэтому у него по две темы в год выходит. Может быть так, да. Ну, он тут пишет о процессе немножко, что он сначала накидывает в фигме, но в фигме он, разумеется, накидывает вообще неполный вариант. То есть он там накидывает какие-то идеи, а он пишет, что все окончательные решения я принимаю в процессе уже верстки. То есть, ну, очевидно, что, это, кстати, очень круто. Вот в моей реальной работе, а у меня есть реальная работа, очень часто такое вот бывает, что дизайн нарисовали, а потом, ну, это настолько неочевидно и тупо верстать, что, ну, я прихожу, просто говорю, Настя, ну, так нет, давай, она говорит, ладно, перерисуем. Как бы вообще, перерисовать быстрее, чем переверстать какую-то вот, ну, корявую хрень. Вот, поэтому, это, кстати, здорово, что у нас на проекте дизайнер адекватный, и все люди адекватные, поэтому, как бы, тут нету, слава богу, никаких с этим проблем, поэтому, да, но вот и сам Крис Койер между собой, видимо, допускает такое, что, типа, я вот сейчас за дизайну, но это так, это просто, что накидывать прям совсем наркоманские какие-то варианты проще фигми, чем сразу их верстать, а потом уже в процессе реализации что-то из них придется отринуть, а что-то, наоборот, там, разрастется и будет еще прикольнее, так что да. Ну и ты знаешь, мне кажется, что он, когда накидывает уже после фигмы, уже когда точнее верстает, у него же все равно, он, наверное, с контентом со сайта это делает, у него как бы контент first, получается, тема, то есть, он как бы не... Существующиеся тысячи миллиардов постов используют, и фигму их забивать все это тупо долго, а тут оно уже все есть. Да, ты прав. Ну вот, что тут рассказать, во-первых, он пишет, что все simple, clean, как обычно, вот, и мне, давай так, мне сразу понравилось, что он фичерт имиджи, все по дефолту заблендил своими цветами, вот этими полурадужными, полуинстаграмными, то есть, он заливает картинку, а у него оно именно на гриде, ну вот если на главную перейти, все картинки, они с оттенком CSS Tricks, ну короче, как наши обложки теперь на YouTube. Я вижу. Нам Санька же тоже предложил это сделать, что на любую хрень добавлять наш оттенок, вот этот градиентик. Да. И типа сразу ощущение, что все на месте, что мы в каком-то вот одном месте, где, как бы это сказать, тематически все разделено и так далее. Причем, ну оно не настолько, что все прям одноцветное становится, нет, это такой легкий градиент, я про CSS Tricks, у нас-то одноцветное все становится. Вот. Ну и тут, ну просто видно, что мы в одном месте, где вот много всякого. Вот эти вот его слайдеры, это, конечно, суперэкспериментальная хрень, причем я вот ему говорил, что вот он гений UX, но вот эти слайдеры меня горизонтальные до сих пор пугают. Вот перейди на главную. Я вижу, да, я там смотрю. Причем, опять же, пугают не потому, что они там двигаются, не, анимации вообще офигенские, мне нравятся, классно, но тот факт, что, блин, popular this month, и что? А вдруг я что-то типа пропущу? Но я привык на главную переходить и сразу видеть, так сказать, просто тупо хронологическую ленту. А здесь уже как это, как в тот эпоху, когда все соцсети начали делать умные ленты, не хронологические. Типа вот там вы могли пропустить и просто в кучу на основе моих там предыдущего моего поведения мне там то-то, то-то, то-то. Это бесит. Я не очень, я хочу просто видеть сухой контент, как в RSS-ленте. Ну вот ладно, у него там в конце еще одна такая есть, monthly mix-up. Типа вот что у нас в месяце там произошло из всех категорий. Там не только посты, там и видео, и статьи из Альманаха, там и всякая фигня. Ну да, прикольно, классно. Если вдруг я такой сижу, у меня 10 часов свободного времени, я позависаю на CSS-трикси, посмотрю, что там они в топах и так далее и тому подобное. А блин, если я хочу посмотреть просто там, ну, какие новинки, мне, я бы хотел видеть всю, так сказать. Но, наверное, он что-то понял. Вот этот тоже. Сейчас у тебя на главном, ты зашел, у тебя первый пост, самый верхний какой? How to use tailwind? Вот у меня тоже он. Мне теперь вопрос. Это самый последний? Или это он зафичерил? Типа вот хочу, чтобы вот этот сейчас все видели как первый. Где подпись? Что именно? Это фичер, не фичер? Блин, у него тут в консоли 24 ошибки в среднем на странице. Лол. Сейчас я зайду на артикл, хочу просто посмотреть, есть ли у нее какой-то типа там стики класс. Но нет, артикл card, card large. А что в ней особенно? Почему именно она здесь? Опять же, я не столько докопаться, сколько как-то, ну, блин, понять. Похоже, все-таки это последний пост, хотя я хотел сначала сказать, что скорее всего это... Нет, не последний. Хотя подожди, а может и последний, да, в ленте тоже все, только от 12. Я все к чему? Я все к тому, что знаешь, честно тебе скажу, вот эти, ну, понты, как ты и говоришь, они реально немножко не для человеческого ума, я подозреваю. То есть, очень просто было бы легко обычную ленту смотреть с постами, и ты был бы уверен, у тебя была бы внутренняя уверенность. Ну, мы с тобой здесь немножко, знаешь, с позиции Шелдона Купера какого-то смотрим, но тем не менее, просто вот, если ты очень сильный фанат, я, так сказать, как в последней теме Lord of the Rings ботаник, вот, я CSS Tricks ботаник, например, и я хочу так знать наизусть все, что здесь происходит и быть в курсе всего, что я захожу, значит, на CSS Tricks и вижу вот эти, ну, понты с карточками, они очень классно выглядят, они классно отзываются, отзывчиво, но я чувствую какую-то утерю, утрату, я, что-то не хватает, мне кажется, что я могу что-то пропустить, вот, а если бы это была просто обычная лента из постов, которая просто подгружается лейзи-лодом, или просто, знаешь, страницы элементарно перелистываются, то я бы был уверен полностью, что ни один крейс-кор у меня не будет, значит, не пролезет нигде, вот, а вот с этими штуками, это просто, ну, это понт, вот эти карточки, они чисто, я посмотрел, как на телефоне выглядит, там просто как бы тоже горизонтальный скрол один, ну, без анимации, вот, но по факту, popular this month вроде, да, но у тебя тут сортировка, естественно, не по времени, и ты сразу смотришь, тут вот February, тут март, и ты такой, блин, а если какой-то... Чего мне пытаются подсунуть, да, ты просто начинаешь думать, на основе ведь какой алгоритм, и блин, и все уже. Да, то есть, что, а может быть есть что-то такое popular, чтобы мне было интересно, но не так popular, как вот это вот здесь, и ты, короче, начинается внутреннее сомнение, вот, здесь я с тобой полностью согласен, что вот эти вот понты, они как бы не очень здесь. Я понимаю, что он художник, и он что-то понял уже, но, блин, я вот смотрю сейчас мобильную версию, и вот если убрать этот слайдер сратый, всратый, кто там всратый? Я, кстати, не помню. Каты, или какой-то есть паблик всратый, это, что-то всратая, короче, не паблик, а канал в теле. Всратый веб-дизайн этот убрать? Вот, вот, ну ладно, там рекламки его всякие, деви, тема и так далее, и то, ну сделай ты какую-нибудь ленточку, что это реклама, а то она реально хопа, как пост. Ну ладно, там где пост, спонт, там написано спонсор, вот, и сердечко перевернуто, это, кстати, прикольно, а вот, вот этот слайдер, конечно, он, он немножко смущает, вот, футер классный, мне понравился, но он, собственно, написал, что он, в отличие от предыдущей версии, он вернулся к классическому такому джамбо-футеру, в котором просто там фэмили, мини-сайдс, там, ну короче, всякая фигня, это круто, это круто, когда у тебя столько всякого, что ты можешь себе позволить целый толстый футер, и в нем не будет просто там перелинковка всех трех твоих страниц, которые у тебя есть, а именно, ну он реально здесь рассказывает, про меня можно здесь, там, там, все, это круто, это прикольно, вот, есть, он добавил кнопочку скролл ап, ну типа, ты понял, да, вот это такая скроллишь, и стрелочка справа снизу, типа вернуться наверх, да, 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 вот, это тоже прикольно, потом, что, давай я вернусь к самой статье, что я из башки-то это выдумываю, он же там рассказывает, а, ну он тут всякое пишет, что с точки зрения accessibility, все круто, то есть он даже в строку поиска встроил, именно валидный Google поиск, и поэтому у меня в Firefox, если я захожу сюда, в действие на странице, у меня есть добавить поисковую систему, именно CSS-триксная поисковая система, то есть я могу из своей строки адресной, не находясь на CSS-трикс, в Firefox, на любой странице, начать печатать и поискать именно это на CSS-триксе, это круто, то есть он реально заморочился именно с точки зрения всяких разных технологий интересных, чтобы к нему на сайт возвращались там отовсюду, всегда и так далее, это круто, но он рассказывает здесь, что у него вот эти карточки, они нескольких видов, если приглядеться, есть где с автором, есть где с call-to-action кнопкой, типа смотреть скринкаст или смотреть гайд, вот, ну он опять же отмазывается, что типа слайдеры это круто, вот, но как бы пошли в жопу кому не нравится, видимо это он пытался сказать, я открыл RSS-ленту, между прочим, и этот, там тоже, ну началось вот с этого tailwind, значит это просто последняя статья, я к этому, так, про featured image я уже сказал, что он их градиентиком накидывает, и из-за этого они везде смотрятся классно, вот, ну и везде ощущение, что ты на одном и том же сайте, при этом, когда ты даешь ссылку на какие-нибудь соцсети, ну где подхватывается feature image, вот, то там без, естественно, градиента, потому что этот градиент, он не сам в фотошопе на каждую картинку накладывает, а он через mix blend mode, у нас такой есть канал, канал, все, у нас есть такое видео на канале, как это использовать, он накидывает этот градиент, прямо здесь на фронте, это прикольно, он не меняет саму картинку, не парится, вот, плюс у него здесь, если типа ограниченное вертикальное пространство, например, ты перевернул телефон в ландшафтный режим, то он, ну есть медиазапрос на высоту, не на ширину, как все привыкли, а на высоту именно, то featured image уменьшается, это прикольно, что типа ты перевернул телефон, и тебе проскраливаться, через огромную картинку не приходилось, вот, это мне понравилось, это интересно, так, ну, он тут хвалится, что он даже не старался, а все стало на 20% меньше весить, что типа, ну, или там до 30% сократилось размер, так сказать, количество CSS правил, количество строк кода, там, вот это все, потом хвалится, что у него перформанс 98, у Lighthouse, Lighthouse это гугловская метрика, которая теперь в PageSpeed Insights используется, вот, то есть он тут все у него там, супер CDN, все вообще гениально, бла-бла-бла, классные шрифты, если найдете баги, пишите на teamsobaka.ssstrix.com, вот, в общем, а, во, самое главное, ну, не самое главное, но прикольно, комменты, мне понравились какие комменты теперь, вот проскроль ниже, так, просто в какой-нибудь пост зайти, на комменты посмотреть, хоть в этот же пост, там просто, если в этот же перейти, там сразу видно просто комменты, видно его коммент, он чуть-чуть желтого цвета, ну, типа коммент автора, не то, что он Крис Койер себе сделал, что все его комменты желтые, а там, где он автор, у него желтым выделяется, вижу, да, вот, и тут есть еще зафичеренный коммент, там со звездочками, ну, такое уже у него было, там чуть ниже Cameron Mall, вижу, да, вот, там зафичерено звездочками такими, это прям, блин, мне так нравится это, я это так хотел на ювеб-дизайне сделать, чтобы у админа, когда ты под админом зашел, была кнопочка зафичерить любой коммент и так далее, но для этого комменты хотя бы должны быть какие-нибудь, Просто я не понял, ну, а почему оно не сверху зафичерено, но как бы где-то там. А, в смысле, он зафичерил не в том плане, что типа читайте все этот коммент, а это типа, знаешь, его лайк такой. Я понял. Что ты вот читаешь комменты и видел, что вот этот пост Крис Койер залайкал, может быть, оно у него где-то и влияет, ну, у него там есть какой-нибудь, где-нибудь какая-нибудь страница, там типа, зафичеренные комменты, и оно туда как-то попадает, я не знаю, мало ли он тут что-нибудь объелся и сделал такую страницу тоже, вот, но да. Плюс в конце блок Related Posts, смотри, вот после комментов, три поста, которые типа, ну, похожие посты. Да. Он сделан на основе джетпака, то есть не то, что у него там какой-то сложный алгоритм, вот есть всякий плагин, типа YARP, Yet Another Related Posts плагин. Он средствами самого хостинга считает, там, умный PHP алгоритм, который реально считает пересечение постов и выдает, типа, подходящие. Но из-за этого замедляется там на сколько-то наномиллисекунд, потому что он каждый раз это обсчитывает при перезагрузке страницы. Ну, тут он кичится, что у него джетпак это делает у себя в облаках, поэтому здесь это все очень быстро. Вот. Но смотри, если мы говорим про блок фичард имиджев, на мой взгляд, о, блять, блок Related Posts, на мой взгляд, фичард имиджи бы добавить. Ну, типа, просто текстом это как-то скучно. Я уже привык, как в Ютьюбе, типа, рекомендуемые видео, и там ты все равно по обложкам примерно смотришь, что это. А тут, типа, рекомендуемые посты, но в них, блин, только заголовки и маленький текст. Ну, мне уже не так хочется кликнуть, как если бы там какие-нибудь классные картинки сразу были. Да, да, Хотя, вот я вижу The Fifth Fourth, там фейерверк на заднем плане, это типа картинка. Да, просто в других как будто то ли нету, то ли как-то... То ли не словилось, то ли да. А, он берет, короче, картинку из контента, и в других реально в контенте ни одной картинки. Понятно. Ну, короче, там все-таки сделано, оно, видимо, именно на задах. Хотя вот у первого у него есть картинка, но там очень длинный такой скриншот, и, видимо, он как-то не попал сюда. Короче, интересно, по какому параметру попадает. Ну, ну да, вон там на заднем плане фейерверк, но он все равно ни хрена не виден, поэтому, да. Чем мне не нравятся вордпрессовские комменты, это то, что они все не сильно джаваскриптовые. Ну, то есть, они, понятно, джаваскриптовые, когда ты вот нажал реплай, у тебя просто хоп, и перепрыгнула формочка из нового коммента, которая была внизу, под этот. Типа, реплай к этому. Но это до сих пор сделано там с помощью, знаешь, старого Navigation.js, который еще в 2010 был, и там именно реально просто вырывается кусок, вставляется в другое место. Это как, ну, у нас сейчас так же, по-моему, на YouTube Design, я точно не помню. Я там накручивал плагин, который для прикольных комментов, но вот даже у Криса Койера нет прикольных комментов, у него вот такое говно сделано. И это бесит. Вот хочется каждый раз взять и сделать классный YouTube Design, а потом вспоминаешь, сколько тебе говна приходится жрать, чтобы PHP дружить сколько-нибудь вменяемым GS-ом, и такой думаешь, блин, нет, буду проституткой. Вот, поэтому, ну, вот он, у него, видимо, есть и желание, и возможности в это все вникать, ну, и плюс он пишет, что они сильно на Гутенберге сидят, то есть это все, ну, все посты, да, у него Гутенберга подобные. Ну, я прям вижу, что карточки, вот он говорит, карточки, и у него не просто скриншот карточек, а если прям посмотреть в код, то это прям три карточки он здесь внутри поста прям сделал с картинками. Ну, типа, прикольно, мог и скриншотом сделать, то есть тут конкретно не очень обязательно. Ну, или вот, например, дальше, над featured images с заголовки, у него картинка, и слева от нее там два абзаца. Это тоже сделано Гутенбергом, то есть он накинул, ну, как бы две колонки. Ну, да, но, но не да. Кстати, здесь есть картинка, где у него кастомный скролл бар, радужный, а я вот в Firefox, и у меня обычный серый. Мне вот интересно. У меня тоже обычный серый, да, видишь, мы с тобой, к сожалению, не увидели. Ну-ка, я вот сейчас зайду через Chrome, последнюю секунду. Пока ты заходишь, я тебе скажу, что ты знаешь, я сейчас увидел у related постов, что если, например, была гифка в том посте, то гифка будет на превьюшечке тоже внутри. А как воспроизвести? Уже опять же. Ну, давай я тебе скину просто ссылочку в Telegram. Так у меня нет здесь Telegram, я его закрыл, чтобы... Хорошо, давай я тебе в Skype. В Skype подойдет тебе? Давай в Skype. Такой мессенджер, такой файловый обменник. Так, это мне надо теперь до фичардов. Да. Да, вижу. Там sticky smooth active nav. Угу. Ну, прикольно. Нормально ты затестил. И да, я зашел через Chrome, там скролл бар скругленный. Он все равно не радужный почему-то у меня. Угу. Хотя, слава богу. Но, но он скругленный хотя бы, прикольный такой. Блин, как теперь радужный сделать, не знаю. Или может это у него в предыдущей версии было радужный и теперь серый. Ну, кстати, прикольно, что на Firefox вообще не отвалилось. Ну, типа, знаешь, сделано, а в других просто что-нибудь там сломалось и вообще никак. Тут, слава богу, хоть не отвалилось нормально, поэтому, поэтому прикольно. Ну, что, двигаемся дальше. Молодец, Крис Коэр, не стоит на месте. Какие-то решения, конечно, сомнительные, а какие-то прям крутые. Да главное, что что-то делает, понимаешь, это самое главное. Видно, что жизнь идет, развивается, по 10 редизайнов в год, все нормально. Обрати внимание, у него есть 20 долларов в год подписка и не будет рекламы, будет экстра контент, у него оказывается какие-то digital books, которые он делает. Нифига себе. Вот. И easier commenting. А, это он просто пишет, что, типа, это у него рега теперь платная, что просто ты, типа, будешь залогиненным и тебе проще комментировать, что у тебя всегда залогиненным, тебе не надо будет вот эту форму заполнять, там, сайт, имя, говно. Ну, прикольно, что, молодец, продает регу. До этого мы еще не додумали, что на сайте регистрацию продавать, это, конечно, да. Ну, кстати, это решит проблему, я не знаю, это видео или нет, я вчера в патронском чате спрашивал чуваков, у нас оказывается дудосили через регу, и у нас 20 тысяч юзеров сейчас на сайте. Оу. Да. Мы популярны. Вот, да. И из них две тысячи это реальные юзеры, которых я зарегал через MailChimp, типа, тайком, так сказать, украдкой. А 20 тысяч это всякие боты. И я думал, как бы написать SQL-запрос, чтобы оставить тех, у кого есть авка, и тех, у кого айдишник там до двух тысяч, потому что, ну, до двух тысяч еще как бы мы регали, а дальше уже стопудово боты. А теперь я думаю, может, просто всех снести и платную регу теперь тоже ввести просто, и все. Не, ну, там же есть дата регистрации, вот, просто по дате регистрации SQL-запросом сделай. Или так, да, да. Ну, то есть, очевидно, просто видишь, сами юзеры хранятся в таблице VP-users, а вся мета, в том числе дата регистрации, в VP-users-meta. И это надо уже писать SQL-запрос по двум таблицам, а такое я уже не умею. Да, ты разберешься за секунду, Сань, тебе это вообще ничего не стоит. Ты так и загугли вот эти, ну, типа, как бы, двойные эти SQL-запросы, там вообще будет легчайше из двух. Ты сначала их, короче, там объединишь в одной строкой, наверное, а второй строкой там уберешь. Ну, да, мне курил уже написал, что надо where in писать. Да. И как бы, типа, уже разберешься, если where in загуглишь. Но я еще не делал, просто потому, что пока и насрать. Я просто закрыл регу, сейчас главное, чтобы 30 тысяч не было. Да, снести все, тоже нормальный вариант, если что. Дроп, дроп дб. Так что, ждите дроп дб во всех, так сказать, экранах страны. Да. Ладно, двигаемся дальше. Все у меня пересохло во рту. Двигаемся к тому, что вот платная рег, это, конечно, хорошо, но у нас есть такое замечательное место, как patreon.com slash uwebdesign. На patreon.com slash uwebdesign там не надо какие-то, знаешь, комменты оставлять, хотя надо. Там не надо, знаешь, что-то выдаивать. Мы там сами вам выдаиваем на patreon.com slash uwebdesign Наш контент, а вы его можете В зависимости от настроения, от желания От времени потреблять Для этого надо всего лишь занести Буквально от одного доллара Потому что от одного доллара уже вам открывается Замечательное прешоу для подкаста Это то, где мы разогреваемся Перед подкастом, рассказываем истории Какие-нибудь на жизненные темы Ну такие, знаете Такие немножко недоподкасты Выкладываются туда Даже не думайте, что там какие-то короткие Пятиминутные, там на самом деле отработано Практически часовые, сорокаминутные Такие записи Прешоу Часовые, я даже сорокаминутные не помню Реально там час уже стопуду Иногда даже в видеоформате Это происходит Ну и многое другое, опять же, доступ К патроновскому чатику В общем, зайдите на patreon.com.com.ru Посмотрите и можете подписаться За соответственную сумму Кстати, в патроновском чатике Стало жарко последнее время Там поддобавилось людей А просто знаешь, кстати, почему поддобавилось? Почему? Я по конверсии сделал Ты из mail-chip опять импортировал Смешно Нет, я когда просто Любой патрон донатит Там редиректит на thank you page Я в thank you page прям ссылку на чат добавил Все, заходи сразу сюда И все просто кликают сразу И поэтому там больше людей А больше людей это уже зацепляется Все языками И начинает Слышь ты И все И там прям движ теперь Каждый день И это круто Это круто вообще Вот это С thank you page Это вообще идеальная идея На самом деле Ну вот Поэтому переходите на patreon.com.ru Веб-дизайн Ссылка есть в описании И будет вообще охренительно Мне прям сильно нравится Надо будет Мы, кстати, в этот раз Правда, при шоу Недели за три до шоу записали Разогреваемся Говорят, перед этим Но это Ну потом остужаемся И снова Будем опять обещать, я считаю Что делать Да, конечно Мы в тот раз пообещали Выдали при шоу Надо теперь обещать Что мы все будем Выдавать каждый раз И выдавать Будем Переходим У нас теперь научпоп, видимо Да, научпоп Тема называется Голоса из девятнадцатого века И здесь Статья про фонограф Такое устройство Которое было еще до того Как научились нормально записывать Звук На грамм-пластинки Так называемые Мы, слушай, до сих пор Не научились нормально звук записывать Но мы Мы все еще на фонограф пишем Если вы не знали У нас тут У меня все подключено Блю Йетти идет прямо в фонограф Короче Есть такой чувак Был Томас Эдисон Или Эдисон Он был Тогда Когда как раз Были совершены Великолепные изобретения Типа лампочки И он в том числе Как вы знаете Приложил руку Можно много спорить Про то Он это все сделал Он это придумал Или он Просто развил идеи Но тем не менее Он был очень сильно задействован Во всем этом И в том числе В изобретении фонографа Оказалось Фонограф Достаточно простой девайс Вот 19 февраля 1878 года Собственно Томас Эдисон Получил патент На фонограф И Я вам могу сейчас Вообще Практически Тремя На трех пальцах Рассказать Как фонограф работает Здесь и дальше Есть гифочка Вот А кто не видит Эту гифочку Тот просто послушайте Представьте себе Такой конусообразный Рупор Обычный В который вот Говорить Вот И Конусообразному На самом узком конце Конуса Прилеплена Мембраночка А к мембраночке Прилеплена Иголочка Соответственно Вот И Как вы понимаете Иголочка смотрит Из рупора Скажем так И К этому всему Еще Иголочка смотрит На катушечку Такую Которую вращаешь А на катушечке Просто наклеена Например Фольга Кто Из наших слушателей Сталкивается Вообще С использованием Фольги Они сами понимают Что иголочка Фольга Все это ведет К тому что фонограф И Короче Когда вы Соответственно Посылаете Звук То есть Волну Издаете Орете Непосредственно Можно сказать В рупор В этот В конусообразный Мембраночка Начинает Колебаться Соответственно Иголочку Она тоже Начинает Колебать И Иголочка Начинает Опускаться Непосредственно На фольгу И делает там Отметочки В фольге А так как вы Крутите В этот момент Катушку То просто Вот эти вот Углубления Которые оставляет Иголочка Они Ну крутите Соответственным образом Там Так сделано Что она крутится Не просто по одной И той же Тракторией Она смещается Соответственно У вас получается Некая запись На катушке Вот из этих вот Дырочек И Вы не поверите Если вы просто Возьмете И Обратно перемотаете Это все На самое начало Когда запишите И начнете просто Иголочкой Воспроизводить То есть Непосредственно Иголочка Будет касаться Этих Хреновен То мембрана Будет обратно Отдавать Звук В Рупорик И рупорик Будет орать Тем что вы наорали Прикиньте Каким хреном Это работает Я если честно До сих пор Это какая-то магия То есть Это физика Реально Но это Выглядит как магия Очень простое Изобретение Но как оно Обратно Издает тот же Самый звук Который ты наорешь Как Вот это вот Углубление Фольге И мембрана Обратно Говорят то Что ты наговорил Это какой-то Честно Мне пока кажется Что это магия Какая-то Вот А действительно Так работает Использовали еще Разное Там потом Придумали Что надо Использовать Какие-то Парафиновые Хрени Вместо того Чтобы На фольге Это делать То есть Более устойчивые Чтобы знаешь Когда ты несколько раз Проиграешь Эту запись Она немножко уже Коверкается Потому что Иголка портит Все-таки Фольгу Так или иначе Вот Но Тем не менее Придумали же Такую хреновину И сделали И дальше Это все пошло И перешло просто Представляете Из этого вот Фонографа Образовались Грампластинки Так называемые Виниловые То есть Те углубления Которые там Также абсолютно Считывает Игла Это по сути Это вот Произросло Из фонографа Здесь есть Аудиозаписи Собственно Фонографов И они действительно Звучат Как голос Я больше скажу Они тембр голоса Передают Высоту голоса То есть Хрен его знает Как это происходит Ну вот Как это происходит И Здесь есть Классный видос Самый последний Самый последний видос Чувак Показывает Такой знаете Колоритный Старикан Американский Показывает Фонограф У себя дома Он науровает Там Несколько слов В этот конус И в этот момент Вручную Вращает Даже не как-то Там А вручную Вращает Эту катушечку И у него записывается И он обратно Показывает И оно действительно Записалось Вот Но он там еще Предварительно Маслом поливает Фольгу Вот Чтобы легче Видимо скользило Как-то Или записывалось Но в целом Это так офигенно Вообще Я Я просто был Как-то Изумлен Вот этим всем Что реально Фонограф Это самый простой Механический девайс Который может записывать Магическим образом Звук Разрушители легенд Это проверяли Чуть ли не на глине Типа Пока она еще мокрая На ней так записать Потом ее обжечь И у тебя сосуд Это грубо говоря Ну там Амфора Или что-то такое Это носитель информации Потому что Ну когда уже затвердела Ее естественно Ты иглой сильно не сломаешь И ты всегда можешь воспроизводить Раскручивая просто Амфору Прикладывая Иглу Ну типа Ты себе так записал Трек На сосуде Когда он Еще мягкая глина Там и так далее Они проверяли Действительно Работают Я тогда еще Изумился Нифигасе Вот Это вот у меня сейчас Только вот Воспоминания про глину Может быть они там Несколько разных Так сказать Проверяли материалов Там вот этого всего Но да Действительно Это очень круто Конечно Вообще То есть это можно Практически Ну записывать звук Короче Представьте себе Что опять же Вы в каком-нибудь лосте Или вы в каком-нибудь месте Где у вас есть Несколько Ну Несколько Другая цивилизация Вы все еще Находитесь там На ступени Когда еще только фольга есть Вот Это даже не фольга Как вы понимаете Даже глина есть Это по сути У вас есть песок Только с водой Вот И короче Вы каким-то образом Ну сделаете Металлическую иглу Действительно И Короче Все Вам ничего не надо Вы можете Сделать послание Там потомкам Или кому-то Послать это послание Как-то я не знаю Короче Мне это так изумляет То есть вам не нужны Никакие электрические приборы Вы находясь На еще более низшей ступени Цивилизации Можете передавать звук По сути Ну да Надо только раскручивать Чем-то будет Да То есть раскручивать Рукой тоже можно Там если Ну научиться более-менее Это делать плавно То есть все нормально будет А захотите жить Научитесь Знаете Кушать захотите Передавать вот это сообщение Захотите кому-нибудь Научитесь еще не такое Знаете Сто пудово Вот Пойдем дальше Тех кто научился Идем Да Тут у нас по смыслу Все собрано Да Здесь уже немножко Последняя тема Но да Судя по тому Че я записал Че я послушал Точнее Че я записал Я уже все Че я послушал Здесь немножко научились Но все еще не так хорошо Все еще с фонографа записывали Тема называется Нежные звуки Бристоля Или Бристоля Кстати у меня открыто Специально Бристоль Бристоль Или Брист А можно и так и так Это город в Англии Такой Если что Вот его нежные звуки Взлет и падение Трип-хопа Если вы кстати говоря Опять же Кто очень сильно В теме музыки То когда им говоришь Бристоль Я думаю Они первым делом Вспоминают Массив Атак Естественно Как это все будет происходило Вообще Что такое трип-хоп И что это за стиль музыки И когда и как В 90-е В начале 90-х Я бы даже сказал В 85-й год Если мы уж начнем С самых истоков В 85-й год Англия Как вы знаете Много Вообще Электронной музыки Почему-то появилось В Англии Хрен его знает Да и вообще Много музыки появилось В Англии Если мы вот так подумаем Несмотря на то Что вообще-то Я бы сказал Альма-матер Музыки Скажем так Все-таки Австрия И Германия Если мы будем говорить О музыке классической Ну как вы знаете Все эти ваши Бетховены Моцарты И все вот это Все эти сальери Которые там отравили И бахи И бахи И бабахи Они все вот Значит родом Оттуда А и в Англии Вот такие Всякие жанры Диджейские появились Типа трип-хопа И была такая группа В 85-м году Бэнд Я бы сказал The Wild Bunch The Wild Bunch В котором были Ну видимо Одаренные пацаны Они Смогли Настолько хорошо Все сделать И настолько придумать Как-то развить Вот этот электронный Жанр музыки Сделав Новый Как бы Ответвление Электронной музыки Тип-хоп Что даже Некоторые из них Знаешь Там поехали в тур И так и остались В туре В Японии Значит Быть И там Не знаю Упарываться Сочнее с кем они там Остались работать Диджеями Какими-то диджеями Наверное Да Но может быть Действительно разделать рыбу Хрен он знает Но по факту Тип-хоп Это Что вы понимали Если вы вдруг не знаете И не слышали ни разу Ни один Тип-хоповый трек Или не поняли Что это трип-хоп Не отличили То это Такая действительно Электронная музыка С жестким битом Типа Знаете Как Драм-н-бейсовым Может быть битом Такими-такими Драмами Такими Может быть Драм-н-бейсами Может быть Ну просто Каким-то хаос Жестким таким хаосом И В свою очередь На фоне этого всего А точнее даже непонятно Кто на фоне То есть тут Из-за того что это опять же Трип-хоп Непонятно кто из них на фоне И такая мелодия Очень В основном Распевная Такая Может быть Очень Ну какая-то мелодичная Может быть даже С женским вокалом Это больше связано И С жестким таким битом Вот Сзади Как бы И оно короче Дает такое знаете Смешение Если вот Опять же Вы употребляли Какие-то вещества И После этого Например Как бы вам объяснить Вот Это как еда Которая Вот Если ты допустим Ел А ты по-любому ел Какие-нибудь такие штуки Например Конфетки У которых Твердая оболочка Но мягкая внутри Или Или какие-нибудь Маффины Если ты ешь Оно твердое Немножко такое Внутри Твердое снаружи А внутри Такая мягкая Начиночка И ты как бы Раскусываешь И получаешь Несколько удовольствий Сразу же От Особенно Если ты находишься Под веществами Но даже В реальной жизни Ты кушаешь И ты Получаешь Несколько удовольствий Сразу во рту По сути То есть У тебя и твердая И мягкая Все это еще вкусно С разными вкусами Короче Вот Трип-хоп Это то Потому что У тебя сразу Как бы две Вроде бы Несвязываемых Вещи То есть Жесткий бит И Распевная Мелодия Которые Как бы Превращаются Особенно Если ты Трипуешь Скажем так То Превращаются В какой-то Наркоманский Приход Один большой Я честно скажу Я слушал Без веществ Просто На трезвую Как говорится На умах Слушал эту музыку Вот И даже на умах Ты Как бы Погружаешься В некий транс Такой В некий трип Поэтому Так это называется Трип Кстати говоря Пацаны из Wild Bunch Не очень оценили Вообще Такое название Дальше Они будут Massive Attack И им не нравилось Что их как бы В один жанр Сместили все И назвали Трип-хоп Но Это просто чувак Какой-то там Журналист Придумал Что вот Трип-хоп Вот И все И оно приклеилось И теперь Уже не отклеить Вообще никогда Соответственно Это The Wild Bunch Который немножко Подразвалился После тура В Японию Стали Впоследствии Massive Attack Очень много Вы знаете Во многих Фильмах Треки Massive Attack Играют И Также вы знаете Наверное Такой чувак Трики Который Тоже из Massive Attack Соответственно Вышел Вот Короче Они поперли 91 год Альбомы Новые Massive Attack Можете послушать На самом деле Это все Все статьи Один большой пиар Спотифая Вот На котором я зарегался Ради опять же Этого поста И он у меня За неделю закончился То есть там За неделю заканчивается Как бы такой Полупремиум Точнее я бы сказал Даже премиум Такой То есть ты можешь слушать Что угодно Абсолютно Спотифая Через неделю Все заканчивается И ты такой Вообще ничего не можешь Послушать на Спотифая Короче Надо платить за премиум 250 рублей Я уже не помню Я не брал пока Можно пока взять Еще один месяц Бесплатного премиума А потом дальше платить С прикрепленной карточкой Ну я короче Это пока ничего не делал Но если вдруг У нас будет Постоянная рубрика Спотифая Так скажем Вот Не пиара для А просто Тут интересно пишут То может быть Я буду думать Ну не знаю Короче надо мне это Или нет Пока я ничего не оплачивал Вот Но мне хватило Чтобы прочитать Новость Короче После этого Началось После Альбома В 91-м Массив Атака Начался такой Анкл Через точки Может быть тоже слышали Тоже во многих Фильмах Это какой-то чувак Отдельный Который сделал Мо Вакс Лейбл И он Как бы Ну немножко Естественно Изменял Этот жанр Трип-хопа И Собственно Ну в нем и играл Скажем так Дальше 93-й год Это Бьорк Может быть тоже слышали Это популярная Достаточно Исполнительница Причем Я так и не понял Это все-таки группа Или это одна Исполнительница Но видимо это По-моему это ее Видимо она одна На самом деле Честно вам скажу Я выделил ее Больше всего Из всех Вот Потому что Массив Атака Это более избитая И я не совсем понял Их У них все Короче разное У них все треки В треп-хоповом стиле Но они немножко Все Все равно Разноплановые Какие-то А Короче У Бьорк Все в одном Потому что Это как бы Она одна Везде ее вокал Соответственно Бит Короче И как-то ты Больше погружаешься Я не знаю Я послушал Альбом И как-то проникся Сильно Мне показалось Бьорк Какая-то Очень яркая Именно Вот среди них всех В треп-хопе Но Англ Соответственно Тоже популярная Тоже хреновина И у них тоже Достаточно мелодично Все Вот Можно слушать Это Можно слушать любую У меня даже батя Бы наверное Мог послушать И не сильно плеваться Вот Дальше Это все Перешло в мейнстрим Естественно Ну в такой Знаете Мейнстрим Но все-таки мейнстрим Настолько что Потом мы увидим Что даже в России Делали в треп-хоп стиле Поэтому все-таки Треп-хоп Он пошел по миру Максимально Portish Head Вот эти Или Portish Head Наверное правильно Все-таки Читается Тоже Но они немножко Это группа Которая Тоже наверное Вы слышали Они немножко Экспериментировали Даже с Музыкальными инструментами Они постоянно Добавляли в записи Какие-то там Фонографы И охрененно Знают что И у них немножко Так лоу-файно Из-за этого звучало Потому что у них постоянно Примешивались Какие-то Странные девайсы Которые они использовали Вот Portish Head После этого Ну естественно Все кто делал В этом стиле Massive Attack Uncle Они продолжали Выпускать свои Альбомы И у них там уже Ну действительно Такие Они уже серьезные Ну Massive Attack Вообще серьезные Они капитальные Прямо Чуваки У них Я так понимаю Действительно Там и деньги пошли И мейнстрим И клипы дорогие Пошли И все короче Трики пошел один Когда он отдельно отделился У меня даже Рядом с моим домом Нарисовали В каком-то 2000 каком-то году Когда уже на самом деле Был закат Трипхопа Его по Лицо Представьте В Челябинске Просто около Какой-то мусорки Огромное лицо Трики было Нарисовано Короче Его закрасили Да Его закрасили Его закрасили Да Оно было Оно было круто Я много видел Раз его Да-да-да Оно было крутое И качественно нарисовано Такое видно Что был какой-то Опять же Рассвет граффити Популярный Вот этой Стрит-культуры В Челябинске Вот И в этот же момент Трики нарисовали Ну короче То есть это было Они были известны Вот я могу сказать Точно И Опять же Новый альбом Бьерк Не будем конкретно Станавливаться Просто они все Выпускали В трипхоповом стиле Я послушал Некоторые из этих треков DJ Shadow Вот этот вот Какой-то Тоже непонятный чувак Я все это послушал Короче Самые популярные По крайней мере Я все послушал Опять же Из-за того Что у меня пришли Новые наушники От тебя Если вы видите Смотрите видос То увидите Что я в новых наушниках Если вдруг Внимательно смотрите Вот И В этих закрытых наушниках Короче Очень сильно Очень сильно Короче Добавляет Какого-то Трипхопового Какого-то Я не знаю Прихода Или какой-то Атмосферы Потому что Ты еще ничего Не слышишь Вообще Ты не слышишь Себя полностью Ты не слышишь Что происходит В квартире У меня вот тут Самолеты летают Я вообще абсолютно Не слышу Что самолеты летают И короче Я сижу И я где-то Погруженный В какую-то капсулу Где мне Постоянно Меня кормят Этими конфетами Где Оболочка твердая А короче Внутристи мягкие И я постоянно Сижу Еще Я говорю Бьерк Просто целый альбом Я нагрузил Я просто в каком-то Непрерывной Вот этой мелодии Которую она поет И в таком Абсолютно непрерывном Жестком бите Который короче Стучит постоянно По сердечку То есть ты вроде бы Ты такой на лайтах Но сердце постоянно Короче Работает в каком-то Другом ритме Короче Это ну Ощущение Которое надо самому Послушать И тогда вы поймете Наверное о чем я Короче Вот Я все к чему Я все к тому Что я послушал Это все Перешел Давай перейдем Чуть-чуть попозже То есть так же Опять же Все же выпускали альбомы Party Shed Вся фигня Massive Attack Их супер популярные треки Ну давай про Россию Скажем У нас Тоже Тоже Делали в этом стиле Я не понимаю Они все-таки вдохновлялись Они просто послушали Зарубежный звук Так скажем И хотели как-то Сделать так же Ну например Дельфин Дельфин кстати говоря Произошел из группы Мальчишник Который Тоже Вот он отдельно отделился И стал делать Такой небольшой Трип-хоп Даже Та же самая Весна Которую вы знаете Или Треки Ну любовь Очень популярный Трек у дельфин У дельфина Короче Такие очень сильно Трип-хоповые На самом деле Я послушаю Мне даже понравилось Мне реально понравилось То есть я Никакая дельфина Мне не был проникнут Но Реально Вообще классно То есть Сделано прям В канонах Трип-хопа Если вы рядом Послушаете Бьерк И рядом Послушаете Дельфин Короче Ну или Линду например Она Линда Немножко более Рокового Исполнения Ее вообще Почему-то Постоянно Раньше Линду Пытались засовывать Во все Роковые Я вот помню Ты смотришь Какой нибудь Битва Какой нибудь Там Наутилус Помпилиус Линда Вот так Короче Вот почему-то Ее в роковое Засовывали Но видимо Она все-таки Более роковая Но у нее тоже Там достаточно Трип-хопово Местами Ну просто Там Здесь тоже Написано Что Именно Она В нулевых Уже была Более роково А До этого Более Трип-хопово И собственно Когда была Трип-хопово Мне кажется Ее особо Никто Никто И не засовывал Ну да Тут Да Линда все-таки Стала популярна Видимо Благодаря своей Роковой Части Ну Всякие там еще Маша и Медведи Вот такие группы Которые раньше вы могли Если вы вдруг из 90-х Не то чтобы по МТВ Наблюдать Но они и были Они были Короче Если вы конечно Не сильный зумер То есть если вы сильный зумер Скорее всего Вы даже не застали Таких групп Потому что они потом После этого Очень тихо Куда-то провалились Все в какую-то Трип-хоповую яму Видимо Но Опять же Маша и Медведи Трек Земля Был во втором брате А ну вот И он тоже Достаточно Трип-хоповый Хоть он и не входит В этот альбом Солнце клеш Или солнце клеш О котором здесь говорят Вот Но он все равно Достаточно такой Трип-хоповый И мне прям Мне он очень сильно нравился У меня Если смотреть Саундтрек К брату 2 Мне кажется Что это у меня На втором месте Будет этот трек Ну вот Да То есть Ну опять же Из простых таких Кто вообще Если совсем не понимает О чем речь Думаю По-любому знают Такую Такую бэнд Как Gorillaz Вот Gorillaz Все знают Ну по-любому Вот Ну в основном Конечно За счет И их музыки И их клипов Мультяшных Но У Gorillaz Очень много В треп-хоповом стиле На самом деле По крайней мере С элементами Трип-хопа Если вы послушаете Всякие Tomorrow comes today Старые треки Они Реально Короче Такие Вообще Тоже Очень распевный Вот этот Высокий голос Их солиста Без читки То есть Абсолютно Нет хип-хопа Там Нет рэпа Я не знаю Как правильно Говорить Ну то есть Нет читки Вообще А есть чисто Одно мелодия Которая тебя Не сбивает Оно Нормально Тоже Можно словить Всякие Различные приходы С такого дерьма Вот Че еще Че еще Про русское Поговорили Про Gorillaz Поговорили И снова Ну Лан Деларей Считается Тоже Как Частью Немножко Таких Трип-хоп Лан Деларей Вообще В принципе Если вы послушаете Оригиналы А не Хаос Треки По Радио Энерджи То у нее Очень распевные Мелодичные Такие Грустные Треки В которые На самом деле Там местами Есть биток Который Дает Вот этот У нее Больше Дабстепный Биток Более Такой Ломано Длинный Такой Как бы Как сказать С длинным Шагом И вот Короче У нее Тоже Такой Немножко Приход С ее Треков Вот Тоже Можно Сказать Что Трип-хоп Это в Новых Треках Ну Джоджи Если кто-то Знает Это Ютубер Популярный Который Раньше Снимал Или Сейчас Все еще Снимает Не знаю Скетчик Такие В розовом Костюме Пинг Гай Короче У него Есть Отдельные В общем Это просто Ютубер Но он Теперь Как многие Сейчас Ютуберы Это сейчас Модно Переходить В хип-хоп Или в Такой В модный Как бы В новую Школу Где такой Грустный Хип-хоп Такой Эмо Хип-хоп Скажем так Который Сейчас делают Вот Джоджи Это один А эмо Хип-хоп Это по сути Немножко Похоже Что-то На Трип-хоп Потому что Это по сути Есть бит Это по сути Есть распевная Более-менее Мелодия Ну правда Есть читка Но все равно Тем не менее Короче То есть Есть какое-то Я о чем О том Что по спирали Снова Вот этот вот Жанр Трип-хопа Он чуть-чуть Напирает обороты Как бы Он есть сейчас В современной музыке Все равно Несмотря на то Что мы уже давно Ушли от этого всего От всех этих Мессив-атагов Короче Ну вот Тем не менее Сейчас тоже это есть Как тебе? Да слушай Ты мне вот это все Рассказываешь И это просто Вся моя школа Ну то есть У нас класс Как раз Все вот это И слушал всегда Ну не класс А вот наша Тусовка Тусовка В классе Да Поэтому я сейчас Просто все тусовки У меня пробегают Перед глазами В этот момент У себя именно кадрами Как ты лежишь пьяный На балконе Под кусок Да-да-да Вот это все Это ну просто Вся эта музыка Она собственно И сопровождала Все наши школьные годы Это конечно Ну я не буду говорить Все То есть там Много разного было Но вот это было основное Особенно Когда реально Все уже Напились И знаешь Я до сих пор Помню это звучание Мы Не всегда у нас Была возможность Какую-то широкополосную Систему для прослушивания Музыки использовать Мы очень часто Слушали музыку Через гитарный комбик Так А гитарный комбик У него У динамика АЧХ Очень обрезанная То есть там Нет низов почти Там очень серединистый звук И нет верхов После 5000 кГц И как бы из-за этого Сам гитарный комбик Когда ты во вход В него втыкаешь Вообще этот вход Он нужен там Чисто минус какой-то Подсунуть Под то как ты играешь Или там метроном Какой-нибудь себе Подсунуть Под то как ты играешь То есть там Не должно это быть Все как-то Очень Широко И плотно звучать Вот А мы через него Просто плеер втыкали Еще и поды Тогда всякие Там И другие MP3 плееры И вот этот звук Ну мы опять же Включали TripHop И он еще был Супер обрезанный По эквалайзеру Практически Ну там Без самых гулких низов И без Пронзительных верхов Он еще более Из этого Кисельно так звучал И это конечно Я вот это сейчас Все вспомнил И оно прям Конечно Это топ Сразу захотелось Пересмотреть Большой куш Да И прочее Сразу вспомню Этот мой фильм Про который я Тысячу раз вам рассказывал Который по Гринвичу Да Который время по Гринвичу Там конечно не про TripHop Там про Drum and Bass Вот То есть там именно Drum and Bass Бит был Ну и тоже там Всякий Джазовый инструмент Там же тоже Англия Да Там конечно тоже Англия Может быть даже тоже Бристоль Вот И соответственно Ну оно как бы Не совсем про TripHop Но тот же филинг Там тоже про наркотики Там про упарывание Про то как музыка Там сломала жизнь людям Там Ну потому что они разосрались Ну короче Это тоже очень круто Это тоже та эпоха И я сейчас вот Не слушая даже музыку Просто слушая твой рассказ И то уже погрузился Куда-то туда Это дорогого стоит На самом деле Да Кстати Говоря по поводу Бристоля Я хотел сказать что Я зашел специально Да На Вики страничку С городом И как бы Это такой город Знаешь Он немного Он во-первых порт Он во-первых порт А во-вторых Короче Там достаточно культурное влияние Вообще Там в принципе культура Короче очень сильно В Бристоле Развито Скажем так То есть важный культурный центр В Великобритании И там Кроме трип-хопа Еще Бэнкси Знаменитый Опять же граффитист Раз мы уже говорили про граффити Он тоже Родина его Это Бристоль То есть Это в целом Короче такая Знаете Андеграундная тема Там Вот произрастает Я думаю Это всегда От того что Это вот Если мы с тобой Попытаемся покопаться Коротко очень То Из-за того что порт Очевидно что были Очень богатые люди И было много людей Которые работают На этих очень богатых людей Было расслоение Но из-за того что был порт Было много всего Очевидно Там привозили Как-то что-то еще То есть как бы Это Ну не откровенно Трущобы были А такие трущобы С намеком того Что там Ну как бы Всякое есть Прикольно Ну из-за этого Много Как бы Видимо было там Техники разные Хоть и Даже у бедных людей Просто потому что Это через порт там Возилось и так далее Из-за того что было Большое расслоение Это расслоение Оно толкало людей К творчеству Наверное К тому что там Петь там Или рассказывать О несправедливости Там что-то такое То есть когда это просто Там какой-нибудь Северный город В котором все там В шахте работают Такого нет Потому что Ну все примерно одинаковые Это не так толкает К творчеству А вот это вот Именно сильное расслоение И тот факт того Что в общем Ну как бы Изобилие всякого Наверное да Углубляться Почему именно Великобритания Дала очень много Музыки того времени Я сейчас не готов Ну да Это Это тема для отдельного подкаста Рассказывал тоже Как они там тусили Постоянно И это все им нравилось Ну там Про более старые времена Правда Чем 90-е Но тем не менее Тоже атмосфера Подобная Прочитайте Кому интересно Очень крутая книга Все последняя тема Давай последнюю Ой сейчас Это будет Странная тема Ну ладно Правда о Гэндальфе Последняя тема Называется На полигоне Почему-то Почему-то Бывают темки Про то Что вот Нисхрена Про силы Персонажа Типа Гэндальф Вот А что это полигон вообще Я даже не знал Что это такое Это игровое В основном сайт Про игры Да Ну здесь вот Для задротов Видимо и такое пишут Вдруг вы вдруг Что-то не знали А я на самом деле Когда прочитал Я ничего не знал Потому что я Сильмариллион не читал А даже если бы я Мне кажется прочитал Я бы ничего не понял Но тем не менее Здесь The Lord of the Ring Задрот Который прочитал Сильмариллион Столько раз Что знаешь Он про Гэндальфа Тебе может Возможно законспектировал Конечно С закрытыми глазами Тебе может рассказать И расскажет нам Вдруг если вы Смотрели так же Как и мы с тобой Властелина колеса У вас остались Какие-то вопросы По поводу вообще Сил Гэндальфа Кто он такой Че кого Куда Или может быть Вы даже просто читали Властелина колеса Миссис Хоббитом Как опять же мы с тобой То может быть У вас все еще остались А почему остались Потому что Питер Джексон Питер Джексон Питер Джексон Ничего не делал Вот Толкин Господин Толкин Писал это все В каких-то письмах В том числе И в Сильмариллионе Тоже про Гэндальфа Его спрашивали Там вопросы Он отвечал Короче В общем Про Гэндальфа Немножко все-таки Больше не во Властелине колес Хотя Считается Что вообще Гэндальф Он больше лицо Властелина колес Чем Фродо Чем Арагорн Потому что Ну Сами посудите Просто Ну Гэндальф Это Ты сразу когда думаешь Первое что всплывает Это Гэндальф Ну вот так Все-таки он Такой персонаж Как бы он и магический Сразу Он и Он сразу Олицетворение этого фэнтези Скажем так И здесь Много вопросов Вообще Вот например Гэндальф Человек он Или он Вообще Или он кто Или он волшебник Он кто это такой И здесь сразу же Естественно Справочка Сильмариллиона Происходит Сильмариллион Что вы понимали Это уже Описание Конкретно Мира Властелина колес Как бы с точки зрения Такой Немножко Как будто Если бы это была Историческая справка Про Властелина колес Вообще Как Что зарождалось Описание мира И так далее И вот В Сильмариллионе Написано Вообще Что Были такие чуваки Как Майары Вот Майары Это чуваки Которых Скажем так Послали Еще более Высшие чуваки Валары Вот Есть Высшие чуваки Валары Которые Как бы вообще Создали мир Там Есть главный Самый бог Эру Илватор Который Тусит с этими Валарами Валары Там поют песни Насколько я помню Там они Короче До свидос И В этом Суть в том Что вот эти Валары Супер Божества Они придумали Майар Сделали их Я хрен его Знаю Произвели Вот эти вот И вот Майар Это кстати Несклоняемая Я тут зря говорю Майары Но тем не менее Майары Они Были отправлены На землю Валарами Чтобы Зарулить конфликты Какие-либо Причем Как я понимаю Главная цель Все-таки Майаров Зарулить конфликты Людские То есть между людьми Эльфами И остальной Нечистью Прочей нечистью Вот И Самое главное Те самые Люди Которые посланы В Средиземье Я сейчас Земля не буду В Средиземье Это Истари Те самые Чуваки Это пять магов Пять Ну магов Можно сказать Да То есть Они на самом деле По факту Полубоги Как мы знаем Вот Майары Это полубоги И вот эти вот Истари Те самые волшебники Пять Которые были посланы Зарулить конкретный Конфликт С Сауроном Один из них Это соответственно Гэндальф Вообще Его зовут Аларин Если он По Истари Знать То он Аларин Короче говоря Пять из них Из них Причем Двое Вообще Толкин Непонятно зачем Придумал Что их пять Потому что Про двоих Он вообще Ничего не рассказал Это просто Какие-то там Синие волшебники Ну синие Не в том плане Что они По синьке Вдаряют Они просто Короче Типа синего цвета Я хрен его знаю В синем ходит Гэндальф Соответственно В сером изначально Ходит Радагаст Карий Как вы знаете Есть еще такое Если вы Хоббита смотрели Или читали И Саруман Это как бы Антипод По-моему Если книги Властелин колец То Гэндальф Крадагаст Тоже ездил Хотя Я не Буду Не помню Тоже Не помню Все смешалось Да Я сразу Забегу вперед Про Тома Бомбадила Немножко Не раскрыто Тут даже Сам чувак Задоротыч Говорит Толкин Немножко Не допинал Тома Бомбадила Конкретно Лор Тома Бомбадила Непонятно Он все-таки Мояр Не Мояр Он как бы Полубог И не полубог Но ведет себя Достаточно Полубогически Вот Но мы конкретно Будем говорить Про Истари Вот что вы понимали Конкретно Истари Это как бы Часть Мояр Посланных Валарами На землю На Средиземье Заруливать конфликты Со злыми чуваками Вот Есть Саурон Саурон Это один из Говнишихся Мояров Вот То есть Мояры Они как бы Все вообще-то Добренькие Типа Но вот Саурон Злой Чувак Да тут смешно Что Баларак Тоже Мояр Вот И смешно Что Баларак Тоже Мояр Да И это все Сделал Злой чувак Тоже Который Как его Как его зло Вот этого чувака Зовут Не Саурон А Короче Я сейчас Мелькор Да Мелькор Вот Мелькор Это самый злой чувак Самый злой Просто дьявол Короче Вот Он Как бы Я так понимаю Он Валар Короче То есть он вообще Он самый высокий Он сговнившийся Валар Да Он сговнившийся Валар Ну вот Соответственно Мелькор Как бы сговнил Саурона Как Мояра А Саурон Соответственно Начал в Средиземье Ну Свои мутки мутить Делать кольца Делать Порабощать Делать орков И так далее Короче говоря Вот эти истри Прибыли на землю Заруливать Могу сразу сказать вам Про Родогаста То есть И про Сарумана То есть они как бы Там так классно написано На самом деле Мне так понравилось это Родогаст Он немножко углубился Он немножко свихнулся Не на том И Он как бы углубился В Как вы знаете Лес И в зверюшек И А суть Майяр Вообще И истри Это Заруливание конфликтов С людьми То есть люди Как бы для них Более важные существа И соответственно То что Родогаст Немножко Он короче Сместился со своей цели И он как бы уже тоже Не выполнял Свою историю Тему То есть Вот этот вот Не слал Месседж какой-то Людям И эльфам А собственно Истрии должны были Просто слать людям И эльфам Тему Короче говоря То есть подговаривать их Или как-то науськивать На добро Вот так скажем Это не совсем правильно будет Но тем не менее Они должны были сеять добро Саруман Как мы знаем Тоже если вы смотрели Просто тупо первую часть Он тоже сговнился Он был очень крутой чувак Который может На все влиять И мог заговаривать всех И оплетать своими там Вот этими вот Короче Толкованиями И он тоже немножко Короче Ну он немножко Под Сауроном Видимо стал ходить И понял Что надо использовать Вот эту силу Сауроновскую Короче говоря И тоже стал плохим Гэндальф Это единственный Искренний Так скажем Истари Который не сбился С пути И он Как настоящий Истари Выполнил Как бы свою миссию Давай я пойду дальше У меня просто Очень много Из этого Почему-то смешалось Все в одно Я буду идти дальше По статье Значит Вообще Какого хрена Эти истари Выглядят как Старики гребаные Вот как просто Какие-то разваливающиеся Почему Гэндальфа Сделать не просто Каким-нибудь демоном Просто не каким-нибудь Огромным драконом Я не знаю Если Майары Просто Это посланные чуваки Ну то есть Это просто короче Чуваки Ангелы по сути Почему его не сделать Огромным ангелом Например Специально Истари были сделаны Вот этими стариками Потому что Они должны были Смешаться с народом Они должны были Влиться в людскую кожу В людское тело Как бы Испытывать Вот это вот Людские какие-то вещи То есть Чтобы они могли Легче приспособиться К общению К социализации По сути Среди людей И эльфов Иначе Если бы они ходили Ангелами огромными Ну кто бы нахрен Их послушал Правильно Вот Это было бы как-то Ну послушали бы Может быть Но они бы не поняли Как это передать Как правильно Говорить с людьми То есть Они для этого И старики сраные Для того чтобы Вот короче Общаться с людьми И с эльфами У Гэндальфа Действительно Было кольцо Как мы знаем Одно из тех колец Которые Были выкованы Вместе с кольцом Всевластия Соответственно Оно было Одно из эльфийских колец Там было для трех Всемогущих Вот этих крутых эльфов Выдано Элронду Галадриэль И еще одному Кенту Вот этот Кент Он короче Был крутой И понимал Что Гэндальф крутой Тоже И он ему отдал кольцо Просто говорит Да я не пользуюсь Забери Вот И Гэндальфу Нужнее Короче оказалось И действительно Нужнее То есть Он там Ну Рвал металл Там Вы знаете Если вы смотрели Какое-нибудь Ристальское побоище Как оно Или какой-нибудь Хельмову пать Например Где Гэндальф приезжает На коне Сверху спускается Там Размахивает Посохом Всех Расхреначивает В том числе Из-за кольца То есть У него были силы Не только Магические Свои Но еще и кольца Вот это вот Далее Что еще Вообще Про силы Гэндальфа Ну здесь так просто Сказано Немножко по детям Типа Что он умеет Может там силой Откидывать Людей Может там Короче Посох вырывать Из рук И как бы Силой мысли Разламывать посох Ну короче Такая хреновина Но это больше Опять же Додумки Придумки Как я понимаю Ну в общем Просто исходя Из того Что он делал Это в «Властелине колец» Здесь вот это написано Может свет Просто сделать Люмос Короче Может делать По нашему По-гарри-поттерски Вот Что еще Что случилось Когда он кстати умер Вот это вот Тот самый момент Когда Переход С первой На вторую часть Когда он Дерется с Балрегом Тоже одним из Майяр Соответственно И побеждает Непонятно Побеждает Или нет Потому что Они в принципе Падают с огромной вершины И потом там По наркомании Бьются на этой вершине Короче Что-то там происходит С ним Какое-то там Перевоплощение И на самом деле Гэндальф Он как бы Служитель света Именно Здесь очень сильно Толкин Напирает на то Что есть Свет Божественный Так скажем Который несется людям То есть Добренький свет Вот это Гэндальф топит За этот свет А есть злой свет Огонь пожирающий Там все Это вот Балреговская тема Конкретно и Сауроновская В том числе Тема Вот Но мы Конкретно за Белый свет За хороший Вот он этим светом Побеждает Как бы становится Гэндальфом белым Соответственно И на самом деле Он нихрена не побеждает Он действительно умирает Но Суть в том Что он Как я понимаю Умирает просто Своим телом Старческим Беспонтовым Потому что Он тупо Его обратно Тэпает к Маярам туда Ну Откуда его послали Там На планеты На какие-то Я не знаю На какие-то Налетающую тарелку Его тэпает Я хрен знаю И его оттуда Просто Переделывают в белого Вот Вообще Ни хрена Причем Про цвета Опять же Я здесь остановлюсь Потому что Есть вопрос Про цвета Почему типа Гэндальф вообще белым Стал Был серым А почему Саруман был белым И так далее И Ну действительно Белый цвет Конечно считается Как типа Признак крутости И Признак главенства Какого-то И признак Того Что ты там Возвысился Но У Сарумана Можно увидеть У него и в книге Я так понимаю Описано И в фильме Когда он сгавнивается Его вообще Облачение Когда он ходит Оно становится Таким загрязненно Разноцветным Он становится Не чисто белым А Гэндальф Когда становится белым Он полностью Белоснежно белый Гоняет Везде Вот Ну и соответственно Родогаз Там он Коричневый ходит И ему похрен Он там Со зверюшками Сплотился Как бы И насрать вообще На людей Ну вот Это суть такая Суть цветов Что еще Надо сказать Что кует Гэндальф Есть такой вопрос Все почему-то Хотят видимо Чтобы он Курил то Под чем Трип-хоп Слушать Но Здесь написано Что исключительно Табакко Исключительно То есть он Толкин Больше ничего не говорил Конкретно Табакку В трубке Ну короче В общем Гэндальф Такой полубожественный Персонаж Можно подвести итог Он действительно Не просто человек Как мы знаем Вообще Гэндальф Это прием Писательский прием И Ну не только писательский Просто Культурный прием Так называемого Бога из машины То есть он появляется Тогда Когда совсем уж Все плохо И нужно Какое-то влияние Для героев Извне Вот Гэндальф Он появляется И пропадает Как вы знаете Тогда когда захочет Вот И короче Я еще хотел сказать Про цвета Что Типа Его спрашивают Типа А ты случайно Не Саруман Теперь Когда ты Типа Белым стал И он говорит Я типа Стал Саруманом Каким он должен был стать Ну типа Настоящим Нормальным чуваком Вот Ну короче Вот такой вот Персонаж Неоднозначный Интересный Мне было прикольно Прочитать про это Вообще Я не знаю Как вам Пишите в комментариях Опять же Нужны ли вам Такие справки Или вы сами Селима и Леон Читали В детстве Непонятно Скажи ты мне Что у тебя Какие еще темные пятна Остались На этого персонажа Слушай У меня не осталось темных Потому что я это Когда-то в Вике читал Вот И Я естественно Селима и Леон Тоже не читал Хотя он у меня Во-первых Есть Во-вторых Я начинал Но мне это Показалось скучным В какой-то момент Ну да Там немножко Короче Вообще Не художественная Литература какая-то А просто я Справка из Вики Опять же Хотя Здесь вот пишут Что то ли сам Толкин То ли Кто-то Считал Что вот это На самом деле Его Трун креатив Work Да His life Вот То есть В принципе Возможно Стоит причаститься В какой-то момент Ну может быть Да Плюс тут пишут Еще что У всех Типа Волшебников Была Специализация И специализация Гэндальфа Был огонь Мне нравится Мне нравится Я искренне Я дважды Перечитывал Властелина колец Хоббита Один раз А Властелина колец Два Вот И В те моменты Когда вот Я его прочитывал Я прям Тоже мог досконально Там все сказать Рассказать Я это очень сильно Хорошо помнил Сейчас я Больше как-то Вовку уже ушел В этом плане И опять же Если мы говорим Про Вовку То вот эти Вов Хрониклс Которая трилогия Вышла Вплоть до Катаклизма Или по Катаклизм Я не помню У меня просто их нет Они вышли Но у меня их нет Вот Это Знаешь Я должен Поэтому По Донатчики Собираем на Вов Хроникл Да В описании Добавить Во-первых Карточку А во-вторых Амазон Вишлист Вот Тут то же самое Ну короче говоря Там тоже Как Сильмалерион Именно вот эти Вов Хроники Там просто Про сотворение Миров Там И вот Вплоть до Событий Так сказать Уже Наших героев Про которых мы знаем И это я люблю То есть просто Видимо Когда я читал Сильмалерион Я еще как-то Ну пытался читать Я еще был Не тем Саней Которым я являюсь Сейчас Я еще Саней серым был А сейчас Я уже Саней белый И в принципе Справился бы Но Не знаю Это конечно Надо Наверное Какое-то особое Желание Потратить на это Все Сейчас Я сейчас пока Лучше про гитары Почитаю Ты сейчас Саня гром Скорее Гром Среди ясного неба Ну в общем Вот так Да Такое Хеллскрим Саня хеллскрим Адский крик Вот Да Ну прикольно Что Хороший подкаст Получился Ну мне тоже Это Назвать Героев Наших Давай Давай Я сейчас это сделаю Точно Я забыл что У нас это раньше чем Обойка Захожу спокойненько А я забыл что у тебя теперь Механическая клавиатура И прям Вспомнил да Вот Патреон.ком С вашим дизайн Я зашел Так Да У меня теперь тут будет Вообще нормально Мы как бы Наушники то взяли Закрытые На закрытую клавиатуру Мы не взяли Ну то да Итак 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 Активные У нас Я сортирую По 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 степени активности И пассивности По степени да По степени активности Ух блин А что ты куда-то Куда делись-то Все богатеи Да все уже Мы ничего не делаем Поэтому и нам ничего не делаем Ну и ладно Хорошо Тогда начнем с 20-ти баксового Штурмана Единственного Никиту Ларка Спасибо огромное тебе Десятидолларовый Почетный космонавт Ануар Балгимбаев Артур Сабиров Бэт Кэт Дмитрий Скрипкин Графа Балмасов Кеша Пуделев Константин Мудрюк Олег Лемешко Петр Гульчук Игорь Катив Продакшн Илья Капустин И Паша Мое почтение Пятидолларовые космонавты Алекс Ефремо Андрей Чиг Антон Потапенко Эдуард Мисков Эльмира Халилова Юджин Скакун Игорь Ли Айрон Вулф Иван Мерзавцев Иван Савин Иван Сухин Иван Ксоксо Кристина Кхалитова Миша Хохлов Никита Гончаров Петр Гаврилов Трофим Владимир Ливандовский What is love Явеб Геннадий Хатовицкий Илья Смагин Вот собственно все Всем спасибо, чуваки Вы вообще крутые Даже во времена беды А сейчас я считаю У нас времена беды Вы нас все еще поддерживаете Это прям Это очень круто Вам спасибо И все кто хочет Чтобы мы ему так же Проникновенно сказали спасибо Ныряйте Ныряем по ссылке в описании Да Хорошо Пойдем к обойке Пойдем к обойке Я здесь что вижу Для тех кто не видит Я здесь Я вижу здесь Ну такой Очень Очень стандартный Переулок В Китае Переулочек Такой Базарного типа Грязная Такая улочка На которую Наверное Выливают помои Практически Вот Сразу же идет Торговля Чем-то Сразу же люди Идут Со своих работ Или Просто прогуливаются Везде Висят Висят Какие-то Плакаты Коммунистической Направленности Вот Ну достаточно такая Видно что Не очень напряженно Размеренно Стандартная Атмосфера Для Китайского Переулочка Везде провода Какие-то Везде какие-то Кобеля Вот Значит Ну вот такая Примерно Штука Представьте себе В голове Я скажу Стандартно Банальный Где наш подкаст А ты уже там Может быть Подстрахуешь меня Наш подкаст Я считаю Это конечно же Вот это вот Самый первый ларечек Открытый Может быть С рыбой он Или с какой-то едой Может быть Традиционной Китайской едой Мимо которого Все идут Туда заглядывают Кто-то там Кушает даже Сидит Кто-то там Просто что-то покупает Кто-то просто Рядом сидит Для кого-то Это место встречи Может быть Это китайское Там чувак Он стоит За прилавком Это мы с тобой Оба Один чувак Саня Ефремов Судя по тому Что он лысеет Ну да Вот короче И такой знаете Стоит Я чувствую Прямо От этой фотографии Такой запах Немножко рыбный Какой-то мне кажется Почему-то должен Такой жареной рыбы Стоять Хотя может быть И не рыбы Но какой-то вот Есть стандартный Вайб От этого места Который все всегда Когда проходят Допустим Часто на работу Или с работы Или просто там Проходятся иногда До своего дома Постоянный запах Отдает Вот этот запах Наш Запах нашего подкаста Который иногда Доносится до вас Вы как эти слушатели Которые здесь сидят Может быть стоят Или идут в сапогах В резиновых Вот Короче Вот Вот У меня такое мнение Я Во-первых Красиво Во-вторых Ты вот сейчас Опять же Я прищурил Так сказать Глаза Смотрел на это Слушал твой рассказ И еще лучше Проникся этой картинкой Мне она очень понравилась Она настолько прям Колоритная Ее можно очень долго Разглядывать Да У меня Миллиарды ассоциаций Начиная от первой матрицы Согласен Как-то тут вот То ли кабели эти в гофрах То ли Сама киберпанковость Вот это вот Освещение Мне как-то матрицу Напомнило Во-вторых Девушка в резиновых сапогах Стремительно Идущая в камеру Мне напомнило Что во втором фулауте Есть предмет Резиновые сапоги Так Его там надо носить Когда ходишь по радиации Во-первых чтобы не получать урон А во-вторых Чтобы не получить перк Типа шестой мутировавший палец Вот Его конечно можно Потом ампутировать В игре Но как бы Сам факт того Что там надо ходить В этих сапогах И вот Она тут так идет Как будто реально Здесь уже что-то Ядовитое какое-то говно Хотя Чувак слева Который говорит по телефону Он вообще в шлепках идет Да У него возможно Шестой палец есть Ему уже нечего бояться Вот А слева Там где вот этот плакат Там какая-то карта Что такое И три человека в костюмах Непонятно Мужчина или женщина Но слева очевидно мужчина А дальше непонятно Вот Это какой-то знаешь Как на заводе Доска почета какая-то Да Или там наоборот Их разыскивается А может разыскивается Ну вообще наверное Это какой-то партийный состав Ближайший Какой-то там Обкома Или какого-то еще Кома Да-да Какие-то даже Старосты домов Какие-то мне кажется Помечены Хрен его знает Ну вот Да-да-да А мне потом Это напоминает Звездные войны И мою любимую планету Наршада Где Контрабандисты И где вообще там тоже Миллиардное население Все прячутся И там тоже Почти всегда ночь И какие-то вывески Неоновые Непонятно какие Вот тут слева Сверху Оно не неоновое А ну как будто бы Диоды Ну такие Точечками Ну короче Колоритная Вот эта вот Обводочка Непонятно кто На нее будет смотреть Справа какой-то Тоже непонятный дом То ли жилой То ли производственный Но вот Да Это конечно Круто Завораживает Наш подкаст Я считаю Это электрощитовая Которая справа Вот объединяет Все эти провода Вижу Из которой вот Жизнь прервется Во всем этом переулке А может быть И в паре зданий даже Этих И все в нее Вот эти все провода Стекаются И как бы По ним собственно Темки идут И люди Они даже не понимают Что без этих проводов То не будет ничего Да Не будет даже рыбы жареной Которая В первом ларьке Да Запаха даже не будет Никакого Прикольная Прикольная картинка Прям вот реально Я вот смотрю Смотрю И прям смотрю Хочется все детали Разглядеть Какая плитка Тут тоже непонятно Кафельная Не кафельная Сверху вот эта мелкая Сверху справа На балконе Вот это там Или что Да Зачем-то там Мелкая кафельная Плитка Да Казалось бы Ну Ну для укрепления В первую очередь На самом деле Плитка Вот то что Советские здания Всякие плиткой обделаны Именно обделаны Оно в основном Еще и Как покрытие Защищающее Было сделано То есть Не просто для того Чтобы не разрушалось Это все Ну и декоративное В том числе Наверное Это было построено В какие-то такие годы Когда еще Это было достаточно красиво Хотя опять же Это колоритно И прикольно То есть блин Просто реально Очень крутая картинка В описании Мы всегда прикладываем Ссылки на обои Можете открыть В полном Супер качестве Скачать И поразглядывать Посидеть Ну и да Я сразу вспомню Как в Таиланд ходил Именно ходил В Таиланд ходил И там тоже вечером Именно где Не супер пляжный Движ был А где просто Уже такой Полурабочий Полуживой Там примерно Так же было И тоже я там ел В одном заведении Придорожном Называется Называлась Папа с китчен Кухня папы Ну и там чувак Готовил охренительно Лучшее говядину Которую я в жизни ел Вот у него там было И там тоже Именно такое Все приглушенное Все на мотоциклах У него прям паркуется Чуть ли не у прилавка Ну потому что У него прилавок Начинался сразу И вот Какой-то такой же Вайб я там Ловил это конечно Азиатские страны Это отдельный кайф Это все-таки кайф Я Когда я туда еще Не съездил Я думал что Типа фу Блин фу Я привык в Германии Там в замках Ходить в тапочках А тут какая-то Просто Че Но нет Это просто отдельный кайф Он другой Но он не менее Кайфовый совершенно Это правда Очень круто Рекомендую всем Кто еще не бывал Ну да Ну круто Че Спасибо тебе Никита Тоже за компанию Будем обещать Посмотрим Мы уже Раньше Начинаем Уже все Способствует тому Чтобы прям Тугую струю контента Направлять На наших Я заметил Вообще По туговатости Сегодня Туговато шло Ну В плане Мощно Я бы сказал Ну да Так-то Не очень Туговато Я правда Сейчас задремаю Но это из-за того Что мне надо Отлить Я просто Немножечко Остановил все Процессы в организме Чтобы не обоссаться Прям под себя Поэтому Меня Немножечко В сон клонит Сейчас я в туалет Схожу И нормально Вообще будет Знаешь Тут прям Сейчас схожу Круто Круто Всем спасибо Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Рассказывайте друзьям Эту скороговорочку Пишите отзывы В iTunes Ставьте звездочки Вот И Увидимся В следующие разы Давайте Пока Пока